МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 27-й день месяца новых даров, 7524 лет от створения мира в Звездном Храме, вторник. О достоверности славяно-арейских вет такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. А главный соведущий, кто будет раскрывать эту тему, Юрий Алексеевич Тяжелов. Здравия, Юрий Алексеевич! Здравия! Михаил Владимирович Игнатов. Здравия! Здравия всем! Александр Ильич Каракулько. Здравия! Здравия всем! И по возможности еще к нам подключится Марина Качаева, но пока на телефоне она будет находиться. Как только в доступности появится, то и подключим. Итак, Юрий Алексеевич, может быть, вступительное слово сделаете? Ну, конечно, это очень серьезный вопрос сейчас. Вообще-то, все, что касается наших древних текстов, древних источников, как бы определенным способом обвиняется в подделке, в фальсификации, и все различными способами делаются попытки принизить и достоверность этих источников, и информацию из этих источников. И вот мы сегодня эту тему подняли, и разговор будет не только о ведах и ведической культуре. Основное направление мы дадим оценке достоверности. Потому что в связи с тем, что сейчас идет суд над слайонарийскими ведами, и состояние процесса, оно сейчас такое, закончилась первая инстанция. В первой инстанции вынесено решение о том, что признать сборник микс-слайонарийских ведов экстремистским материалом. Но при этом, что самое важное, никакой оценки исторической значимости и оценки достоверности слайонарийских вед как источника не проводилось. Об этом напрямую написано в решении суда. И, соответственно, такой обширнейший материал, который представляют собой слайонарийские веды, игнорировать его как документ, это, в принципе, такое преступление для народов, коренных народов России. Потому что, как мы знаем, коренные народы, они даже по генетике имеют единые генетические корни. Поэтому остановимся немножко. Я сейчас небольшое введение сделаю по слайонарийским ведам. Материальный источник слайонарийских вед, то есть золотые пластины, на текущий момент не представлены на широкий круг. Но, в принципе, ситуация со слайонарийскими ведами, она полностью аналогична ситуации с Велесовой книгой. То есть там дощечки были утеряны где-то в Германии, возможно, где-то хранятся, ждут свое часы. Здесь ситуация тоже, как бы, судя по имеющейся информации, в том числе от составителя, что эти пластины, они могут быть впоследствии, то есть они не уничтожены, они могут быть впоследствии как-то выведены на широкий круг. То есть статус оригинала такой же. Кроме того, мы имеем из разных источников информацию, что древние тексты передавались на золотых пластинах. Это не противоречит тому, что заявлено в отношении слайонарийских вед. И, с другой стороны, нам ничего не мешает сейчас провести исследование. То есть непосредственно научное исследование слайонарийских вед, оно может установить достоверность, как бы, определенный статус придать этому документу. Потому что нас не должно отпугивать то, что у нас вот этих материальных источников нет. В ситуации с Велесовой книгой возникла абсолютно такая же проблема. И экспертизу пришлось проводить комплексную, то есть выработан был определенный комплексный подход для того, чтобы оценить в таком виде исходный материал, когда нету никаких оригиналов, практически нету копий, есть прорисовки только с дощечек и одна всего фотография. Возможно, стало установить достоверность книги только по содержанию. Хотя при этом появился еще один метод – метод ДНК-генеалогии. Для анализа слайонарийских вед на текущий момент у нас, в принципе, аналогичная ситуация, имеются прорисовки руинических текстов. То есть их тоже можно проанализировать. Кроме всего прочего, веды, как исторический документ, очень информативны и содержат уникальные тексты. Такой информативностью не обладает даже Велесова книга и ни один другой источник, ну, кроме, пожалуй, индийских вед. Тоже обширнейший материал, огромное количество документов отдельных, описывающих разные элементы мировоззрения. Во-первых, что тут можно подчеркнуть? Это информативность разноплановая. Они содержат образ древнего рунического письма, которое может быть многоуровневым, то есть нести дополнительную информацию. Это может быть проанализировано. Во-вторых, описывать события, происходившие в разные периоды. То есть необходим, в данном случае, необходим анализ событий из других источников, что, в принципе, мы сейчас и покажем. То есть мы покажем пример, потому что, если мы начнем приводить все имеющиеся доказательства, то есть совпадение событий с другими источниками, это даже три часа будет мало для этого. В-третьих, имеется информация о миропонимании, мировоззрении славян. Это тоже очень важный аспект. Я его подчеркивал на прошлой встрече по Велесовой книге, но здесь еще будет дополнительно раскрыт вопрос мировоззрения. Кроме этого, славянерийские веды описывают технологические достижения цивилизации, полеты в космосе, наличие высокотехнологических артефактов. Ну, об артефактах очень много рассуждают. Сейчас находятся эти артефакты, они даже находятся на картах, на древних. И при этом они не изучаются, что мы можем достаточно четко установить. В общем, славянерийские веды облагают еще, кроме всего, тремя признаками. Историчность, сакральность и поучительность, в которой нет большинства древних текстов. То есть определенный характер славянерийских вед текстов уже имеет определенное соответствие с другими древними текстами. И вот этот обширный информационный материал дает очень много фактов, которые можно проверить. И в этом плане совершенно непонятны вот такие огульные заявления скептиков о подделке фальсификации. Факты можно проверить, но их никто не проверяет. А критику мы сегодня еще рассмотрим, какая критика раздается. Напоминаю, что по Велесовой книге 90% критики, как установила экспертиза, было просто огульной критики, которая как бы ненаучной критики, которая, в принципе, была отметена при анализе. То есть вот этот комплексный материал охватывает широкий спектр процессов древнего миропонимания и социально-бутового устройства у предков славян. Вот смотрите, какая была комплексная методика при анализе Велесовой книги использования. Первое. Оценить состояние документов и свидетельств, относящихся к Велесовой книге. Оценить характер текста и специфический язык. Алфавит. Способ написания. Проанализировать однообразность текста. Найти качество текста. Историчность, сакральность, поучительность. Найти в текстах ту информацию, которая не могла быть известна авторам подделки, однако стала известна сейчас. Проверить описанные в книге события перемещения групп славян по территории государства или других государств в древности с помощью методов ДНК-генеалогии. Оценить все критические замечания, когда-нибудь сделанные, по отношению к Велесовой книге. Откинуть несправедливую критику проанализировать то, что связано с реальностью. Сделать вывод о степени достоверности этой книги. Что мешает на текущий момент проделать такой комплексный анализ со славяно-орейскими видами. Вот исследование славяно-орейских вед, оно показывает, что материала настолько много, что на текущий момент все больше, и этот материал имеет все больше подтверждений и связи с другими источниками. Однако, у прокуратуры города Омска появились претензии к славяно-орейским ведам, как к экстремистскому материалу. И все это происходит на фоне того, что Владимир Владимирович Путин внес предложение, то есть указ о выделении определенного вида книг в определенный список содержания и цитаты, из которых не могут быть признаны экстремистским материалом. Было вывешено на сайте славяно-орейские виды обращение к Владимиру Владимировичу Путину. И вот этот вот запрет, он говорит о том, ну то есть вот эта попытка запрета, что могут быть запрещены, могут быть запрещены на текущий момент достаточно подробное описание древних славянских праздников, известных в России и празднованных в других государствах славянских. Может оказаться несколько древних русских сказок, один из которых сказ о ясном соколе, который служил прообразом двум сказкам, финист ясный сокол, аленький цветочек. Запрещенные могут стать целый ряд солярных знаков и узоров русского народного герметрического орнамента, о котором тоже сегодня будет идти речь. Опять же, события далекого прошлого, которыми другие народы гордятся, они запрещают. Информация, при этом та информация, которая есть в славяно-орейских ведах, она пересекается с информацией, присущей во многих мифах и легендах народов мира. Запрету может подвергнуться и древний славянский календарь, ведущий свое начало от сотворения мира 7524 года назад, используемый на территории Руси всего лишь каких-то 300 лет назад, до введения Петром I юлианского календаря. Опять же, представление славяна о мире и космосе, чем может гордиться каждый народ, это тоже может оказаться под запретом. В этом случае хотелось бы сейчас вот эти претензии, которые появились к славяно-орейским ведам, разобрать. Давайте разберем. Я приглашаю, то есть прошу человека, вот Александр Ильич Каракулько, который исследовал, непосредственно оценивал экспертизу, которая была произведена в суде как судебная экспертиза в рамках этого дела. И, в принципе, там указаны все претензии, которые были названы экспертами. Я предлагаю сейчас Александру Ильичу свое мнение высказать по этому вопросу. Хорошо. Александр Ильич, пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Прежде чем начать сам анализ экспертизы, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. То есть с первых, даже на первой странице видно, что экспертиза имеет статус комплексный. В принципе, что это из себя представляет? Это подразумевается под этим, что экспертиза должна провестись не только лингвистическая, но и быть исторической и так далее. То есть очень должно быть охвачено много моментов. Однако в той же экспертизе указывается, что она лингвистическая, что в принципе противоречит сразу одно другому. То есть она одновременно не может быть либо комплексной, либо лингвистической. Поэтому само даже оформление этого документа получается уже неправильным. пишется, что назначена лингвистическая экспертиза. Тогда надо в первую очередь определиться суду, какую все-таки они экспертизу назначают, лингвистическую или комплексную, потому что это совершенно две разные вещи. Но даже если несмотря на это, на эти два слова, то можно сделать вывод, какая это экспертиза, потому что озвучены лингвистические методы экспертизы. Значит, мы ее будем рассматривать как лингвистическую. Хотя этих методов для проведения комплексной экспертизы недостаточно. Вот такое противоречие в самом начале присутствует и как-то почему-то у суда оно не вызывает никаких противоречий и он этот документ принимает. Хотя уже на этой стадии можно было этот документ развернуть как минимум на доработку. Далее. чтобы понять что как бы входит в эту экспертизу надо нам определить вообще компетентность эксперта и понять что входит в эту компетенцию. А в компетенцию эксперта входит в данном случае мы говорим о лингвистической экспертизе входит установка значения слова определение его стилистики контекст в котором это слово использовано. но самое главное что выводы должны сделать судьи судья должен поставить конкретные задачи для конкретных экспертов однако вот опять же сразу в вопросах судья просит в экспертизе сделать выводы допустим о графических изображениях которые в принципе не входят в компетенцию экспертов они не являются графологами и оценивать какие-то графические изображения они просто не могут то есть в принципе я даже смотрел да как подобные дела по признанию каких-то там книг экстремистских экстремистским материалом или какие-то другие вещи и везде адвокаты пишут что суд не может принимать экспертизу где эксперт делает выводы те выводы в компетенцию который не входит его ну профессиональные обязанности не позволяет ему это сделать вот при этом ну то есть на практике по закону такая экспертиза сразу должна быть судом отвергнута да и не приниматься вот и возникает как бы закономерный вопрос да какова же компетенция все-таки лингвиста по делам о экстремизме и очень часто лингвист эксперт анализирует вот не только речевую составляющую высказывания да ну или текста в нашем случае но также дает как бы юридическую и морально этическую оценку и квалификацию речевого поведения и текстовой информации вот вообще эксперт он по своему определению он не имеет права решать вопросы связанные с юриспруденцией однако как бы на протяжении всей экспертизы ну мы это увидим дальше эксперты как-то принимают на себя эту такую обязанность не знаю может быть это связано с их квалификацией хотя допустим в перечне да там в экспертизе если почитать такой квалификации эксперты не имеют вот и эксперт ну как бы в противном случае да такое опять же экспертное заключение является ну недопустимым доказательством по делу и так ну вот в ходе экспертизы да что же может тогда вот да наш эксперт лингвист он может определить имеются ли в анализированном произведении призывы или нет еще он может установить имеются ли в анализированном тексте речевые акты оскорбления на религиозной расовой или социальной почве ну относящиеся там к определенной группе лиц но что же тогда вот не входит чтобы определиться уже окончательно в его компетенцию он не может определить содержится ли в призыве директива к насильственному изменению конституционного строя или целостности государства ну как бы здесь как бы хочется в общем да это сказать поэтому как бы озвучиваем вроде бы в самой экспертизе нет подобных высказываний но тем не менее ну я имею ввиду со стороны экспертов вот а вот дальше два пункта содержатся ли призывы к нарушению ну то есть эксперт не может определить содержатся ли призывы к нарушению интересов человека в зависимости от его национальной расовой и социальной принадлежности к нарушению прав и свобод и также и также он не может определить конкретное содержание речевого акта призыва то есть является ли это призывом ну каким-либо действием то есть он фактически все как бы вышепречисленное относится к юридической сфере поскольку без специальных знаний в области республики ну невозможно дать такой вот ну невозможно сказать могут ли призывы вызвать какие-либо действия способные там побудить к чему-то да ну или там заставить человека в общем-то совершить какие-то действия также вот в компетенцию опять лингвиста не входит вот установление реальных намерений человека да то есть и то есть этот вопрос тоже относится к области юриспруденции то есть ну в принципе задача лингвиста только четко определить что значит слово да или там текст выражения ну и так далее но как бы он не может давать оценку этим действиям да то есть это должен сделать суд на основании этой экспертизы вот ну начнем еще продолжим такую точнее нашу вступительную часть с постановки вопроса вообще экспертам то есть вот опять же определив сферу их деятельности можно можно сразу почитать вопросы и понять то есть на что они имеют право отвечать на что не имеют вот например о да принадлежности графических символов к свастическому ну сразу можно вот все что касается этого вопроса да убрать и ну сказать ну извините эксперты вы не графологи да это не входит в вашу компетенцию поэтому какие-либо выводы которые будут сделаны на данную тему они не могут рассматриваться судом дальше установление принадлежности данных книг к религиозной литературе ну вот вопрос очень как бы странный потому что как эксперт лингвист может это сделать то есть ну это как минимум человек должен который изучает не просто религиовед да какой-то там одной религии а который изучает множество религий чтобы он мог сравнить да и соответственно сопоставить это является этот текст или не является ну я думаю понятно да этот вопрос ну и для осуществления вот определения даже установления да принадлежности к религиозной литературе для осуществления этого необходимо ну как минимум историческая экспертиза чтобы понять что же это за книга то есть если она написана сегодня то ну значит религия даже еще там не успела сформироваться ну и следующий вопрос это садитесь ли данной книги перечень морально-этических норм вот опять же мы в самом начале да сказали о компетентности лингвистов о том что они могут сделать и установить ну определить морально-этические нормы ну в принципе не очень понятно как они это могут сделать то есть морально-этические нормы определяются в принципе исходя из мировоззрения вообще общества а не конкретным человеком который да решил сказать что вот это хорошо это плохо но в любом случае определение даже вот поступка да морален он или аморален в принципе будет лежать в компетентной суда потому что это действие определенное ну что касается там негативных оценок здесь как бы вроде бы все нормально да ну опять же конкретные высказывания да то есть конкретику эксперт не может конкретное содержание чего в акте он не может определить ну пойдем дальше давайте вот сразу перейдем в общем-то к такому к исследованию вот этой экспертизы ну вообще тут можно раскрывать наверное по каждому слову потому что вообще очень рекомендую всем почитать потому что это пример как не надо наверное писать экспертизу потому что ну не знаю вот не обладая даже да юридическим каким-то специальным образованием в глаза бросается вот в принципе несоответствие того даже о чем идет речь и вообще как строится экспертиза сама по себе допустим у экспертизы есть исследовательская часть есть выводы но почему-то везде через всю экспертизу проскакивают сначала выводы первый абзац это вот вывод какой-то а потом идет якобы исследовательская часть ну вот сейчас мы попробуем это на примерах разобрать и очень такой момент который затрагивают эксперты это исследование рунного текста вот сразу же прям возникает вопрос лингвист который ну там лингвисты историки есть психологи да у них вот в регалиях написано их них экспертов да там четыре эксперта какое отношение они имеют к руническим текстам то есть они могут ли они их вообще прочитать и как-то сопоставить современным русским языком ну не будучи вообще даже экспертами в этом деле ну хотя бы я не знаю указали бы тогда что мы являемся экспертами в рунических текстах но это не указано далее ну мало того что этот вопрос вообще лежит не в компетенции лингвистиков да компетенции тех кто изучает там древнеславянские языки да кто занимается да там не знаю расшифровки египетских иероглифов вот ну мало того что это наверное должны быть как минимум там даже не кандидаты исторических наук да более высокие звания а вот допустим Абраменко да имеет звание бакалавр со стажем работы да там по-моему год не помню сейчас и он как бы причисляет да точнее это она причисляется к экспертам ну я не знаю насколько такой вот уровень образования бакалавра да ну это высшее образование то есть высшее образование это бакалавр сейчас и магистр да их разделили то есть даже можно сказать это не полное высшее образование если уж на то пошло да как мы в общем-то привыкли еще при советском союзе то есть ну вот какому уровню эксперта он этот человек может быть ну вот вопрос как бы возникает вот непонятно каким образом психолог Читошникова может румические тексты оценить у нее специальность по-моему педагог-психолог там учитель английского языка и она вот делает лингвистическую экспертизу ну я вот как-то что-то очень сомневаюсь в этом Маркин да он кандидат философских наук историк делает лингвистическую экспертизу и вот фактически только из четырех экспертов один Бринев имеет филологическое образование но также является только кандидатом философских наук ну причем философских извините филологических наук ну получается один из четырех только подходит под определение эксперта лингвиста Ну, хорошо, пусть будет один Один у нас есть все-таки Эксперт-лингвист Но, опять же, как этот лингвист определяет Как он переводит рунические тексты Ну, а как они это делают? Они говорят, что вот подстановка букв К рунам Дает возможность прочитать рунический текст Это простая замена Ну, вообще, это легко проверяется И забавно, что букв, по-моему, всего-то Да, у нас сейчас 30, сколько там Да, с небольшим А рунических символов, по-моему, 140 Если я не ошибаюсь Ну, гораздо больше То есть никак вот уже подстановку произвести Ну, просто невозможно Ну, однако, вот экспертов почему-то это ничего не смущает И, ну, в частности, никакой доказательной базы в экспертизе нет Да, есть только вот Просто пишут, что это вот факт такой Ну, как-то странно, да, вот в исследовании раз написали просто факт Ну, если это исследование, значит, должны быть какие-то доказательства, да, сравнение текста Там одного-другого, чтобы наглядно было видно, да, чтобы стулк-моток установить Ну, да, действительно Вот, с одной стороны это так, с другой стороны так Похоже То есть, самого исследования просто нету Да, есть только вывод Ну, как-то сомнительно в том, что эта экспертиза имеет право быть так, да Тем более сделано, как мы вот убедились, лингвистами, да А не психологами, историками, но никак не специалистами в области рунического письма Александр Ильич, давайте мы сейчас прерываемся на музыкальную паузу Хорошо Прошло наши вступительные беседы Напоминаю всем радиослушателям, что вы можете задавать вопросы в чате Народного славянского радио slavomir.org, это наш сайт, или в любом поисковике набирайте Народное славянское радио Дальше ищите слово чат, нажимаете на него Если еще не зарегистрированы, буквально 10-15 секунд Придумывайте логин, пароль латиницей Регистрируйтесь, главное потом его не забыть И становитесь полноценным пользователем нашего чата Можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы Единственное правило, за какую-либо грубость, оскорбление Мы сразу принимаем меры, удаляем из чата навсегда Поэтому ведите себя достойно, как всегда вели себя славяне А не какие-то обезьянки, слезшие из дерева Итак, мы переходим к музыкальной паузе И дальше продолжим разбирать заявленную тему Оседолал казак железную кобылу С музыкой да с песней мчится с ветерком Чувствует себя он вполне счастливым Да нежиданно горло перехватит ком Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Сегодня у нас 28 ноября 2015 года, суббота 27 день месяца Нового Доросия, 1524 лета, вторник Я сказал датой по современному и одному из древних календарей Наш эфир называется так Достоверности славяно-арейских вет И я прервал Александра Ильича Пожалуйста, продолжайте Да, мы остановились на руническом письме То, что его оценили как подделку И, в принципе, эксперты сделали такое заключение Вообще противоречащее своим, так сказать, профессиональным нормам И дальше они вновь делают еще одно заключение Причем о намерениях автора, составителя книги Что автор знает, что текст не оригинален, не сакрален И пытается людей ввести заблуждение То есть опять делает вывод о намерениях человека Что, в общем-то, не входит в компетенцию эксперта А входит в компетенцию суда Вот, это вообще как бы наводит на мысль, на определенные Потому что как-то так Ну, странно, почему эксперты берут на себя такое вот право Вот Еще один момент Очень важный В том, что Есть, да, ходит состав Экспертизы, вот Бринев Мы уже озвучили Который отметил, что Упомянутая в экспертизе сага об инглингах Является известным вообще скандинавским эпосом Да, входящим в свод саг круг земной То есть это крупнейший памятник скандинавской литературы Восьмого, тринадцатого века А вот сама сага в экспертизе Не разбирается Но по выводам, да, о сборниках Она, ну, то, что это является Книги являются сборником Хотя, кстати, опять же Если говорить об этом, то Ну, о сборниках Почему их вдруг признают сборником Сами эксперты пишут, что Это не входит в их компетенцию, да Это входит в компетенцию книгоиздателя Определить книги как сборники Но при этом Эксперты начинают рассуждать Как это с лингвистической точки зрения Как можно привести к тому, что Книги, ну, называются циклом произведений Хотя это не отвечает вообще на поставленные вопросы Вопрос в экспертизе о том, являются ли книги сборником Это очень интересная как бы вот такая подмена понятий происходит И получается, что вообще вот эта часть исследования Ну, мало того, что она там не нужна И она вообще как бы, ну, к вопросу не имеет никакого отношения Вот, и возвращаясь вот к саге То есть, исходя из вот того, что Это определено как сборник Точнее, как цикл произведений То есть, эта сага будет признана запрещенной, да Признана экстремистским материалом То есть, таким образом, этот факт делает невозможным Фактически изучение традиционной скандинавской мифологии Эпосов в школах и вузах Да, еще как бы, ну, подрывая добрососедские отношения С разными странами Почитающими данные эпосы Это не одна страна Да, это Швеция, Исландия, Финляндия, Норвегия, Идания, Германия Вот Ну, тут выводы можно самим сделать Ну, если дальше пойти по экспертизе Очень как бы интересен вот подход К сравнению двух речевого поведения То есть, на основании Ну, как бы, понятно, что речевое поведение Стоится из-за того, как человек образуется То есть, где он растет То есть, от культурной среды Вот И появление поведения славесной формы Состоящей там с раз, интонации Там, какого-то внутреннего подтекста Ну, вообще, это служит общей эрудиции Ну, индикатором общей эрудиции Особенности интеллекта Ну, эксперты делают вот два вывода О искреннем и неискреннем поведении автора Ну, во-первых, уже вывод они это сделать не могут Потому что это не в их компетенции Да, но При этом полностью отсутствуют тексты Которые, да, должны были как-то в исследовательском В части исследования экспертизы быть То есть, ну, логично было рассказать сначала А потом уже делать какие-то выводы Однако, есть вывод Но, на чем этот вывод основан Нет, да, есть какие-то общие газы Которые, ну, как бы с текстом книги Вообще никак не связаны Ну, по поводу, да, книг Говорили И очень важным таким моментом Является то, что экспертов просят Ответить на вопросы О изложении в данных текстах морали И схожести данной морали С логичными содержащимися в религии Ну, во-первых, да, опять же Вот возвращаясь к самому началу То есть, эксперт, ну, он Ну, не в его компетенции давать Морально-этическую оценку, да Его задача входит Оценка, да, слов и там выражений Ну, никак не присвоение Какого-то статуса конкретного Ну, и вот сама уже даже Получается постановка вопроса В экспертизе судового Она вот некорректна И также, как бы, вот эксперты Ну, как может они, не будучи, допустим Теми же религиоведами Ответить на вопрос Схожесть Аморали, да, с другими религиями Ну, однако Они на себя берут эту ответственность И это делают Вот И делают сразу, да Задают сразу тон в самом начале Вот этого исследования Сразу прям говорят, что текст не соответствует Мировых религий Ну, исследований, опять же, как всегда Его нету И Они Как бы настаивают на этом Но, однако Вот Несколькими строками ниже В тексте Уже говорят о том Что тот же комплекс моральных норм Все же схож По своему содержанию С моральными нормами Мировых религий Это вот Цитату я вам привел Но Но не являются моральными нормами религии То есть, как понять их То они говорят, что это является То не является Ну, хотя бы как-то определились Ну, и вообще А как тогда суд должен понимать Такие заявления То есть, на чем он должен основываться Вот я лично читаю Я не могу понять Так является или не является Ну, вообще, да Мораль это все-таки Почему вдруг Эксперты Ну, взяли и Тебе присвоили право решать Что это Что является моралью Да Это вообще-то общепринятые традиции Да И негласные правила И почему-то они Всегда Тренд Мораль употребляют По отношению Не ко всему обществу А только к его части То есть Почему-то христианская мораль У них вот на первом месте Ну А как тогда Вот Остальные религии То есть Это не дискриминирует Ну Эксперты не дискриминируют Получается Это их То есть Почему Христианская мораль У них на первое место Выходит Хотя вот Исходя Да Из тех же Религиозных книг То есть Одна мораль Она может вообще Отличаться От другой Религиозной морали Ну То есть Вообще Получается Как бы Не соответствие Моральных принципов По религиозным Да Как бы Книжкам Но Тем не менее Не решает их право Да На существование И изучение Тем более Миллионы людей Их читают И Да Ими там Восхищаются Но Опять же Идя по тексту Ну Я уже не буду Зачитывать Какие-то там Цитаты Сами Перты Все же Делают Там Оговорочку Что Все-таки Тексты Представляют С собой Компиляцию Широко Известных Моральных Этических Правах Норм Опять Вот Непонятно Вроде Только что Говорили Что не является Потом опять Является Потом опять Там Не является Является То есть Ну Как Вот Должен Регировать На такие Заявления И Следующий Момент То есть Означает Что в принципе Славян-арийские Веды Охватывают Если это Компиляция В принципе Из многих Известных Доктрин То В данном Случае Можно сделать Вывод Что Это наоборот Расширяет Сферу Сферу Морально-нравственной Морально-нравственной Круг Но Опять же Вновь Эксперты Тут ретируются Говорят Что мораль Это Лаконично Четко И В пределах Там Десяти Заповедей Должна быть А вот Славян-арийских Ведах Эксподин Что Зывает Путницу У читателя Ну Вот Ну Хорошо Если даже Они сделали Этот вывод Нужно же Наверное Подвести Какую-то Исследовательскую Базу Под это Но Просто Говорить о том Что это Вот так Вот С точки зрения Экспертизы Это Недопустимо Ну Причем Даже Если Немножко Отойти В сторону И почитать Допустим Другие Религиозные Тексты То Допустим В иудаизме Таких Моральных Заповедей И норм Там Более Шестисот И Почему-то Ни у кого Они путаницы Не вызывают Вопрос А почему Там Опять же Берется За Как бы Нурму Это христианские Десять заповедей Почему Тогда Не берутся Другие Заповеди Хотя Если Сравнить Их То Очень Много Есть Чего И даже Похожего То есть Ну Явные Противоречия И Получается Своими Осуждениями Такими Эксперты Вводят Заблуждение Судью И участников Процесса А тем Более Не являясь Экспертами В области Религиоведения Ну Они В принципе Не вправе Писать Об этом Следующий Момент Ну Вот Опять Считает Что Нет Ведах Бескорыстности И Милосердия Вот В текстах Славян Истих Нет Перун Получает Мудрость О том Что Необходимо Прочитать Родителей И Заботиться О них А Если Этого Не Делать То Дети Ваши Будут Относиться К вам Почему То Из Этой Фразы Каперты Делают Вывод О Таких Корыстных Отношений Ты Мне Я Тебе То Не знаю Чем Руководствуются Эксперты Потому Что Опять Ну Во-первых Фраза Нет Не Приводится Полная Фраза Она Вырвана Из Контекста И Приводится Как Творить Зло Во Добро За Добро Это Вывод Экспертов Но Вот Если Полную Фразу Прочитать Какие Деяния Творят Вам Люди Такие Вы Сотворите Им Ибо Каждое Деяние Свою Меру Мерится Хотя Вот В книге Есть Четкое Указание На Качество Поступка Которые Должны Совершают Люди То есть Если И Это Деяние Добро Ведь Полностью Текст Выглядит Совсем По-другому Творите Дела Добрые Во Славу Роду Небесного И Великих Предков Ваших И Святой Земли Вашей Какие Деяния Творят Вам Люди Такие Вы Сотворите Им Ибо Каждое Деяние Свою Меру Мерится Совсем Иной Смысл Получается Эксперт Должен Оценивать Эксперт Должен Оценивать В общем-то Не Конкретное Слово Потому Что Можно Взять Слово Из Словаря И Придумывать Абсолютно Разные Значения Тем более Эти Значения Ну Если Даже Взять Словарь Дали И Посмотреть Как Слова Менялись Там 1860 Года По Сегодняшней Очень Размешенные Изменения Есть Иногда Слово Приобретает Совершенно Другой Смысл Поэтому Извините Нужно В контексте Исследовать И как Некли Лингвистам Этого Не знать То есть Вот Такие Вот Как Б Ляпы Я Не знаю Можно Ляпами Назвать Но Это Настораживает Следующие Моменты Еще Один Тоже Такой Очень Интересный Вывод Экспертизы Ну Я не знаю Просто Завораживает Я читал И Для меня Это уже Стало Такой Вот Как Не надо Писать Юридические Документы Прямо Пособие Из этого Делать Значит Эксперты Говорят О том Что Миролюбие Понимается Как Не желать Не жалеть Жизни Врага Ну Давайте Посмотрим На полную Фразу В тексте Миролюбие Шестая Основа Говорит Нам О том Что Мы Должны Проявить Миролюбие Ко Что Идут В земли Наши Со Злым Помыслом И С Оружием Ну Вот Как Вот Из этой Фразы Можно Сделать Вывод О том Что Миролюбие Понимается Как Не Жалеть Жизни Врага Вот Если Фразу В Экспертизу Вставили То Ну Явно Выводы Несостоятельны То есть Вырав Слово Из Контекста Опять Можно Подать Смысл И Вот Это Очень Наглядный Пример Ну Вот Наверное Для Нормального Человека Да Ну Что Что Необходимо Делать В Случае Войны Вот Сейчас В Сирии Да Там Происходят События Их Тоже Не жалеет Жизнь Врага Да Ну На Донбассе Пожалуйста Ну А как Вот Против Другов Ну Уговаривать Чтобы Они Тебя Там Не убивали Не грабили Не насиловали Ну Вот Это Эксперты Считают Моралью Да И Миролюбием Ну Как Вот Весьма Очень Странно Следующий Момент Ну Есть Момент О том Что Эксперты Являют Выявляют Признаки Обоснования Исключительности Вот Опять Сразу вопрос Действуют ли они Исходя из своих Профессиональных Навыков И Вот Начиная С первых Строк Эксперты Выделяют Из белой расы Славяно-арийскую Группу Людей Но При этом Вводит От вывода Где Говорится Другое Что Все люди С белым цветом Кожи Являются Единным Силенским Родом Их Потомками Славян Ариев Ну Получаются Выводы Просто Абсурдные Тем более Да Как бы Веда О том Что Славяне Арии То есть Предшественники Получают Все Их Потомки Ну Тоже Вот Не очень Понятно Как же Вменяется То Что Не знаю Греки Римляне Пишут О том Что Были Позже Ну Вот Что Славяне Да Оставили Культурное Наследие Раньше Памятников Много Не знаю Может быть Это Задевает И Как бы Они Не знаю Вообще Должны Не предвзято К этому Относиться И Ну Славяне Получается Или Славяне Арии Точнее Они Представляют Себя Грекам Римлянам Тоже Какой-то Абсурд Потому что Если Они Появились Греки И римляне Позже То Ну По идее Не получится Их Выделять Славяне Ариев Потому что Греки Получают И римляне Потомки Будут Те же Славяне Ариев То есть Как Выделить По какому Призвуку Это должно Выделяться Кстати До сих пор Юристы Не могут Определиться О том Что такое Вообще Социальная Группа Поэтому Вот Как эксперт Лингвист Определил Это Тоже Не очень Понятно Подробных В принципе Ляпов Очень много В частности Эксперты Говорят О индоевропейской Общности Тоже Непонятно Почему Они Относят Носители Допустим Ну и вообще Непонятно Что Эксперты Имеют Ввиду Потому что Носители Индоевропейских Языков Вот они Имеют Ввиду Или Использование Каких-то Еще Языков Это же Не говорит Об этнической Или Расовой Характеристике Вообще Ранее В науке Эти языки Назывались Арийскими Поэтому Опять Вот Ну Как бы Если уже Эксперты Говорят Слово Говорят То Говорят Ну Распишите Как это Почему Вы пришли К таким Выводам Потому что Можно Сейчас Брать Эту Экспертизу И под Каждое Слово Подводить Научную Базу Не просто Так Она Есть Это Научная База Ну Дабы Не утружать Как бы Слушатели Многими Там Терминами И так далее То Ну Вот Немножко Крутка Об этом Следующим Вот Доводом Экспертов Об Исключительности Это Ну Это В принципе Смешно Потому что Наверное Даже Ребенок Не знаю Прочитав Понял Насколько Люди Ведут себя Ну Мало того Что неэтично А Приследуют Какие-то Цели Ну Я не знаю Я выражаю Своё мнение Поэтому Может быть У кого-то Будет Другое Вот Сейчас Обосную Почему Я так Думаю Что Вот Ихние Выводы Несостоятельны Вывод Об исключительности Славян Ариев Становится Дорогическое Параление Текста А Именно Экспертов Смущают Заглавные Буквы В которых Пишутся Обобщающие Название Славян Ариев Ну Ладов Рас Великая Роб Небесная Ну Так Далее Доводом Служит Статья О нестандартном Использовании Прописной Буквы Где Говорится О том Что Название Предмета Может Писаться Заглавные Буквы Если Человек Хочет Придать Ему Значение Ну Не знаю Речь Вообще О предметах Не идет Речь идет О человеке Не о предмете А во вторых Вот В русском Языке Ну Вообще Эксперты Как Лингвисты Должны Были знать Тем более Что Они Выделили Славян Ариев Особенную Группу Что Род Это Не только Одна Семья Народы На Руси Вообще Назывались По имени Лидера Ну Вот Пример Простой Скифы Имеет Своё Название По фамилии Скифа Ну А фамилии Пишутся Вообще Заглавные Буквы Даже По современным Правилам Хорошо Даже Если Брать Внимание Только На статью Которая Обосновывается Эти Заглавные Буквы Татья Говорит О новой Русской Орфографии Вот Возникает вопрос Где книга Это Написано Ну Не исследовано Предположить Если Это Исторический Документ То Причём Здесь Новая Русская Орфография И Откуда Велась Новая Русская Орфография Ведь Современные Правила Русского Языка Появились Только В 20 Веке Ну Тогда Необходимо Оценивать Орфографию С точки Зрения Вреденого Периода Когда Была Написана Данная Книга Но Это Почему-то Листов Никак Не смущает Следующий Вот Пожалуйста Следующим Выводом Да Можно Сделать То Что Ну Как бы Заглавная Буква С их точки Зрения Это Взвышает Возвеличивает Одни Народы Ну Тогда Получается Что Если Написать С маленькой Буквой Что Их Тогда Понижать Будет Ну Значит Мы Пишем Если Сейчас С маленькой Буквы Название Национальности Ну Значит Мы Принижаем То есть Ну Как-то Опять Странно Звучит Изук Экспертов Ну Вообще Если Эксперты Все-таки Удосужились И Не так Там Не Глубоко В историю Шагали Да Хотя Бо До Революции Посмотрели То До Революционной Фотографии Имена Народные Писались Большой Буквы Русские Татары Поляки Ну И так Ну Если По тексту Идти То Почему-то Опять Эксперты Игнорируют Текст Книги И Ну Мало того Что его Приводят Там только В конце Но Это Отдельный Вопрос И Вот Вывод О том Что Славяна Мариям Известно Да Только Им Но Опять На чем Основаны Эти Выводы Не Очень Понятно И На каком Оривке Сделан Этот Вывод Древние Славяне Ариэль Владели Фундаментальными Искровенными Знаниями Ну Вообще В тех Киев Намек На это Нет Да Ну Есть Только То Что Им Известно Да Ну Известны Некие Знания А Почему Вот Вывод Такой Ну Как Где Здравый Смысл Экспертов Ну И Дальше Они почему-то Читают Что Данное Знание Делает Славяны Ариф Могущественными Великими Но Данное Знание Нельзя Разглашать Другим Так Кому Может Быть Использован Против Расцы Это Вот Вывод Экспертов Ну Опять Они Сначала Делают Вывод Потом Приводят Текст Отрывка Со Своими Нужными Комментариями Ну Вот Интересно Как Ну Не знаю Ну В принципе Об этом Только что Говорили О Их Манере Ведения Экспертизы Сейчас Попробую Еще более Такой Интересный Пример Провести Потому Что Допустим Окрашивают Славяна Ну Сама Экспертиза Получает Такую Окраску Ну Негативную И Дело В том Что Сами Эксперты Начинают В текст Вносить Фразы Которых В нем Нет Ну В частности Допустим Есть Фраза Если Я сейчас Найду Конечно Цитату Прочитаю Это Сейчас Сейчас Секундочку Давайте Я сейчас Делаю так Я поставлю Музыкальную Паузу А вы Пока Я сейчас Найду Эту фразу Как раз Мы подошли К музыкальной Паузе Ясный Любит Над нами Поговит Охраняя Предков Завет Тебе Нынче Всего Тридцать Тридцать Земля Нашим Тысячи Лет Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио 28 ноября 2015 года Суббота По одному Из современных Календарей По одному Из древних 27 день Месяца Новых Даров 7524 Лета Вторник О достоверности Славяно-яреских Вет Говорим Мы в нашем Эфире И один Из главных Ведущих Александр Ильич Продолжает Нам Рассказывать Про Экспертизу И те Ляпы Которые Видны На поверхности В общем Подводим Мы к тому Что экспертиза Шита Белыми Нитками Пожалуйста Да И вот Еще несколько Моментов Хотелось Озвучить Это Момент О использовании Терминов Которые Вообще Заведом Можно привести К идеологии Нацистских Германий Которых В принципе В тексте Нет То есть Эксперты Используют Термин Славяно-арийской Расы Данный термин Экспертным Просто выдуман Ну Если по тексту Бежать То Его там Вы не найдете В отношении Народов Потребляются Термины Как Славяно-арий Древний Арий Расы Великий Да Там В комментариях Причем Понятие Расы Расшифровывается Как Рода Расов Страны Расов То есть Даже Вот Никакого Отношения В принципе К современному Понятию Расы Это Не Принадлежит Следующий Момент Возвращаемся К тому Что опять Лингвисты Делают Выводы Но В следующем Вопросе Эксперты Начинают Не с Исследования А с утверждения Что Религия Славян Хотя В тексте Слово Религия В славян Арийских Ведах Его просто Нет То есть Опять Одно Понятие Подменяет Другим Да Есть Слово Вера Ну Если Взять Словарь То В общем Термины Разные И Противопоставляются Чуждым Религиям Ну Как Противопоставляются Что-то Тоже Не пишется И В скобочках Вот Эксперты Ну Они Наверное Все-таки Религоведы Перечисляют Основные Религии Я зачитаю Религии Это Иудистство Христианство Буддизм Мусульманство Это Экспертизы Ну Вот Сразу Бросается В глаза Что Вообще Религия С названием Мусульманство Ну Вообще Не существует Да Есть Ислам Ну Видимо Эксперты Этого Не знают Ну Если Продолжать Рассуждение Да Все Религии Они По идее Противопоставлены Друг другу Да Там Ислам Верит Пророку Мухаммеда Христиане Там Христа Буддизм Будда Является Вот Дальше Лидером Слова За словами Которого Следуют Поклонники Ну Это вообще Разные Да Социальные Группы Да И Можно Сказать Что Они Все Противопоставлены Друг другу Потому Что У них Совершенно Разная Совершенно Разная Культура Совершенно Разный Образ Жизни Но Почему Никому Не приходит В голову Да Их Признавать Экстремистскими Хотя Да Попытки Вот Были В частности Кран Признать Да Ну Может Быть Это Вот Веяние Этого Не знаю Суд Тот же Суд Или Непот Признавал Ну Вот Сказать Всем Да Что Религии Одинаковые Ну Никому В голову Не приходит И Далее Рассматривается Вопрос Что Славяне Были Славяне Арии Были Против Христианизации Причем Насильственные Это Преподается Как Субъективное Внение Автора Но Вообще В экспертах Есть историк И Как ему Не знать О том Как это Проходило Вообще Он это Должен Был Изучать Вот Но Если Не ходить Очень далеко То Мы знаем Что В Азербайджане Христианство Было Навязано В 7 Веке Время Вторжения Арабов За Кавказе И Почему-то Это было Не Очень Мирным Путем Но Это Говорит О том Что Вообще Исторические Факты Должны Только Исследоваться На основании И документов И Археологических Находок Ну Если Взять Допустим То О чем Говорят Эксперты Они же говорят Пословян Арийские Виды То Пожалуйста На Новгородчине Сохранились Предания Что Христианство В общем-то Не было Таким Мирным Даже Сами Церковные Авторы Не отрицали В прошлом Принудительного Характера Крещения Жителей Столицы Киевского Государства Это История Русской Церкви Книжка Открыто Признается Насильственный Характер Приобщения К христианству Жителей Киева На страницах Революционной Церковной Периодики Статьях Посвященные Кназу Владимиру Это Православный Боговестник Получается Авторы Экспертизы Будучи Столиками Не знают Как же Они Тогда Делают Такие Выводы Громкие Далее Очень Интересный Момент Авторы Эксперты Утверждают Вновь Не приводя Даже Исследования Не подтверждая Никакими Аргументами Что в книге Александр Веда Пирона Вдруг Первый Создается Образ Врага Президиозному Признаку А именно Врагом Считается Верых Христиан Иудеев Но Опять же Если Были Доказательства То Должны Были Привести Однако Этих Доказательств Нет Ну Пожалуй На этом Тогда Закончим Потому Что По каждому Слову Можно Здесь Очень Много Говорить И Исследовать Рекомендую Даже Всем Эту экспертизу Почитать На сайте Славянские Веды У меня На сегодня Все Спасибо За внимание Благодарю Не обязательно Что на сегодня Все Может быть Еще Поддержите Хорошо Дальше Юрий Алексеевич Что дальше Делаем Кого Вызываем Кто возьмет На себя Слово Я хотел бы Прокомментировать Немножко По экспертизе Ситуацию Действительно Там Огромное Количество Материала И вот Например Прозвучал Вопрос Связанный Не берите Жон Черной Кожи В чате Там Есть Есть В этом Файлике То есть На сайте Есть ответ На этот вопрос Но Чтобы его Озвучить Нужно Достаточно Много Времени Я не знаю Что в рамках Нашей передачи Мы Думаю Не успеем Потому что Непосредственно Сам файл 25 страниц Занимает Оценка Потому что Очень много Ляпов Ошибок Ну В общем-то О чем говорить Когда Например На основе Только вот этого В одного Текста Не берите Жон Черной Кожи Делается Вывод Экспертами Что Запрещено Прикасаться То есть Это Совсем Другое Это Совсем Другое Ну то есть Просто Эксперты Они Скажем Так Подвергают Подвергают Просто Таким Таким Искажениям Непосредственно Сам текст И на нем На этом же Искажении Делают Неправильные Выводы Это вы можете Посмотреть Ознакомиться В любой момент На сайте Еще Дополнительно Есть Очень Интересный Такой Момент Совсем Недавно Была Передача Как раз Когда Принималось Решение О Введение Вот этого Списка Который Не может Быть признан Экстремистским Материалом Списка Книг В этот Момент Было Выступление Московского Ромината Главы Пинхаса Гольшмитта Который Заявил О том Что То есть Ему же Тот же В передаче На канале ТВЦ Насколько Помню Было Спросили Но ведь Там В Торе Есть Упоминания Экстремистские Ну чисто Экстремистские И он сказал Так Подождите Подождите Если примеры Зачем же Мы про экстремизм Будем говорить Когда Примеров нет Примеров Этого экстремизма На основе Не могут Привести Якобы А здесь Ситуация Такая Что Никаких Примеров Нет Даже Призывов Нет И Говорится Утверждается Об экстремизме То есть В этой Экспертизе Непосредственно Ну Мы немножко Отвлеклись На судебную Часть Хотя Вот Эти Претензии В принципе Должны Знать Все Какие Претензии Предъявляются Экспертами Насколько Они Квалифицированы К такому Документу Как Славонарийский Вед Просто Не все еще Понимают И я вот Сейчас Немножко Расскажу Не все еще Понимают Насколько Это серьезный Документ Насколько Этот документ Уже сейчас Подвергается Анализу И находится Все больше И больше Подтверждений Его достоверность Ну Например Например Очень Серьезный Вомент Когда Александр Юрьевич Хиневич Составлял Сборник Вед Было Значительно Меньше Информации У него И Очень Многие Документы Они Были Как бы Информация Была Еще Недостоверна То есть Например На текущий Момент Это Было Еще Не признано Настолько Серьезным Выводом Что Скандинавии Скандинавия Сформировалась Не Какими-то Неизвестными Группами А Непосредственно Балтийскими Славянами Население Скандинавии То есть И Этих фактов Раньше Они были Присутствовали Всего лишь В археологических Раскопках То есть Были найдены Определенные Предметы Которые Уже Четко Были оценены Как Скандинавские Но Это Предметы Могли Ромная Масса Но Сейчас С помощью Генетических Методов Установлено Что В действительности Вся Скандинавия Это Славяна Арии Которые Переместились Балтийские Которые Переместились Туда И Что Это Означает Сейчас Для Нас Это Означает Что Когда На тот Момент Приведение В качестве Доказательства Славяна Ариевских Ведах Сагди Об Энглингах Ну Над этим Посмеялись Да Ну Как Сага Об Энглингах Имеет Отношение Славя К Славянам А Сейчас Получается Что Все Эпосы Имеют Отношение Все Эпосы Скандинавские Имеют Отношение К Славянам И Получается Что Уже Можно Говорить Что Непосредственно Энглинги И Вот Это Позиционирование Мировоззрения Которое Там Есть В Саге Об Энглингах Имеет В Древнем Лет В Древних Достаточно Давно Она Была Возможна В Значительно Большем Виде Потому что Находятся Информации Подтверждения О теплом Климате На севере В прошлом И мамонты Находятся И Теплолюбивые Растения И Получается Что Александр Юрьевич Как Составитель Исламерийских Вет Опирался На источники Которые Не были На 100% Подтверждены Вот А теперь Получается Что все больше Источников Приобретает Статус Достоверных И вот Прекрасный Тому Пример Велесова Книга Тоже На тот Момент Когда Составлялись Славяно-арийские Виды Велесова Книга Не была Признана Достоверным Это была Подделка И Возникает Вопрос К тем Кто Хочет Сказать Что это Подделка Славяно-арийские Виды Почему же Составитель Опирался На источника Который Имел На момент Издания Факты Служат В принципе Дополнительным Подтверждением Позиции Хиневича Что он Опубликовал Материал Который Имеет Древнее Происхождение То есть И еще Значит Экспертам Необходимо Задуматься Что все больше Подтверждается Информации Не только В Непосредственно В самом Тексте Славяно-арийских Вет А подтверждаются Слова Составителя Сборника Так И Немножко Еще По оценке Славяно-арийских Вет Как Можно Оценить На текущий Момент Этот документ Значит С точки Зрения Того Что Представлены Большой Объем Информационных Данных Которые На текущий Момент Ну Наука Не подтверждает Ну Если бы Автор Подделки Захотел Серьезного Такого Внедрения Информации В наш В наше Общество Он бы конечно Постарался бы Привести Определенные Соответствия Подвести Определенный Такой Материал Сделать Подобрать Факты Чтобы они Имели Максимум Подтверждения Фальсификатор Избежал Описания Событий Звучащих Для современного Читателя Фантастически Вот А так Сейчас Получается Психологически Люди Натыкаются На факты Например О космическом Происхождении О прилете Богов На космических Кораблях И Значит Как бы Не имеют Возможности Для сравнения Дефактов С чем-то И как бы Не верят То есть Не могут Проверить Эту информацию То есть С точки Зрения Фальсификатора Ну Совершенно Неграмотная Фальсификация Вот Что Можно Отметить Значит Какой Статус Имеет Книга Как Я уже Отмечал Это Безусловно Мировоззренческая Книга Это Послание От предков Потомкам И Само Мировоззрение Описанное В этой Книге Имеет Подтверждение В других Источниках Вот Тот Способ Который Мы Обсуждали На Встрече Павелесовой Книге Он Абсолютно Подходит К вопросу Славян Ирисских Вет То есть Оценить Любую Литературу Содержание Можно И с точки Зрения Того Для чего Предназначена Эта Книга То есть С точки Зрения Того Вот Если Обратить Внимание То Это Действительно Поучительная Литература Которая Передает Мировоззрение А Факты Приведенные В книге Они Скажем Так Допустим Какая Важная Информация Важна Информация Для того Кому Передают Это Мировоззрение Сам Факт Самого Мировоззрения То есть Вот этот Сам Процесс Мировоззренческий Процесс Познание А факт Что Например Планета Мировоззрение Три Луны Он Не Играет Такой Роли Поэтому И на Всю Литературу На Все Содержание Необходимо Особенное Внимание Обратить На Мировоззренческий Вопрос И Это Является Еще Одним Критерием Подтверждения Достоверности Значит Еще По статусу Книга Не исследована Научными Кругами И Эта Книга Даже Не Обсуждается А А вот Это Уже Очень Такой Как бы Неправильный Научный Подход Потому Что Как раз С точки Зрения Мировоззрения Эта Книга Имеет Массу Подтверждений Мало Того Замечено Что В принципе Замалчивается Замалчивается Вообще Статус То есть Замалчивается Информация Об этой Книге Хотя Множество Описанных Событий И целые Логические Ряды Событий Имеют Подтверждение В других Источников Некоторые События Выглядят Фантастично Даже Для Ученых Но Признанные В мире В качестве Исторического Источника Например Индийские Веды Не менее Фантастичны Например Индийские Веды Содержат Информацию Космологическую Информацию То есть Информацию О объектах Космоса О Вселенной О определенных Стадиях Процесса Вселенной О времени Существования Вселенной И есть ряд Ученых В Индии Которые Это изучают Почему Вот этот Материал Как Славяно Иарийские Веды Он не изучается Ну Очевидно В принципе Тот же Самый Подход Который Был И с Лесовой Книгой И с Другими Источники В принципе Сразу Как бы Эти источники Обвиняются Поддельными И как бы Вместо Изучения Формируется Образ То есть Это как бы Определенная Пропаганда В отношении Нашей Истории Количественный Характер Располагаемой Информации Во всем Сборнике Славяно Рискифет Такой То есть Руническая Часть 25% Текста С переводом Достоверные Источники Устного Предания 10% Текста Информация О древних Сказах 5% Текста Описание Древних Традиций Обрядов Симолов И Пояснение 40% Текста Ну Есть еще 20% Текста Разнообразных Таких Составитель Обращает Основное Внимание Смысловую Нагрузку По мнению Составителя Остальные Тексты Добавляют Аргументации И для усиления Позиции Этого Рунического Текста Приведение Рунического Текста Имеет Привязки Как на Нашей Территории Так и На Другой Территории Но Рунический Текст Имеет Сложный Характер Это Вот Я Как раз После Александра Ильича Я не прокомментировал Этот вопрос Очень серьезный Вопрос Дело Как бы Это не ошибка Это в общем-то Действие уже определенное В отношении Рунического Текста То есть Они его Даже не Анализировали Они его Просто Обвинили В подстановке Но Простейший Анализ Простейший Анализ Рунического Текста Говорит о том Что текст Этот сложный Текст Имеет Намного Больше Знаков Чем текст Русского Языка А эксперты Как вы поняли Говорят о том Что например Взяли русский Текст Перевода И начали Подставлять Какие-то руны Соответствующие Русским буквам И так получился Исходный Текст Вот это Абсолютно Если бы Хотя бы Один из экспертов Взялся За рунический Текст Он бы в течение Десяти минут Понял что это Совершенно не так В течение Десяти минут Проанализировав Две строчки Всего лишь Самых первых Две строчки Поэтому Мало того Что Большое количество Букв Некоторые руны Обозначают слова Сложные составные Руны Находятся Значит И вообще Непосредственно Сам этот рунический Текст Он Имеет Уже определенные Соответствия Тем Текстам Которые сейчас Находятся Он имеет То есть Уже в наличии В других Источниках В англосаксонских Рунах Имеются Достаточно Сложные руны И поэтому Он может быть Проверен На историческую Значимость Еще я хотел бы Добавить Немножко Материалов Естественно Вот например Давайте возьмем Что С точки зрения Фальсификатора Лучше было бы Сделать Логичнее было бы Взять германский Рунический Алфавит Или известные Примеры Буквенного Слога Рунического Письма Сделать Текст Который Чаще Встречается Но автор Почему-то Выбирает Руны Которые Неизвестны Для Экспектор Для экспертов Рун На текущий Момент Уже важно Заявление Составителя О том Что Рунический Текст Не просто Имеет Сложные Руны Но и Руны Слова И такая Сложность Применялась Для передачи Несколько уровней Образа В письме Значит И здесь Важно Что Составитель Продвигает Цель Составителя Через Вот эти Достаточно Сложный Материал Который Не имеет Некоторых Подтверждений И так далее Некоторые Имеет Не тратя Время На доказательность Достоверности Составитель Продвигает Мировоззренческую Платформу Это его цель По идее Любое подтверждение Слонерских Ну то есть Любой текст Должен носить Убедительный характер Но Составитель Не стремится Быть максимально Убедителем И текст Не меняется Под то Что быть Убедителем Для окружающих Наоборот Он очень Отличается От того Что вокруг Текст Информационно Очень насыщен И для проверки На достоверность Имеет Много привязок Судя по исследованию Николая Левашова Опубликованного В книге Россия в Кривых Горах Которая запрещена Российским законодательством Очень много событий Созвучно С рядом источником Ветхий Завет и Тора Из различных источников Из других Можно привести Уже огромную массу Литературы Где этот текст Действительно созвучен И где Мировоззренческая часть Ну Во многих вещах Практически Совпадает Я приводил пример Из индийских Вет Приводил пример Из веды славян Приводил пример Вот этот вот Мировоззренческой Структуры Которая Формировалась Достаточно долго Из Велесовой книги Миры Яви Прави Нави Которые в том числе Более подробно Раскрываются В славян Ирисских ведах Значит Имеется Совпадение С зероастризмом Имеется Совпадение С Авестой Иранской И мало того Вот эта вся Масса литературы Не противоречит Тому что написано В славян Ирисских ведах Получается что Уровень доверия То есть А другой Древней литературы Нет И чем больше Фактов Соответствия С древними Источниками Тем больше Уровень доверия К славян Ирисским ведам Потому что Те источники Признаны А этот источник Пока еще Исследуется И Еще один Очень серьезный Фактор Мировоззрение Который можно понять Только Оценив Мировоззрение Описано В славян Ирисских ведах Этот фактор Говорит о том Что Само Мировоззрение И путем Его сравнения С другими Это Можно оценить И в том числе Непосредственно Сам текст Описан В славян Ирисских ведах Как основной Как базу Для Славян Ирисских вед На которую Ставит автор Это Нарунический текст Это положительное Мировоззрение И вот Сама Экспертиза Которая была Провальная В общем-то Сказать Которая Обвиняет Славян Ирисские веды Она даже В вопросе Вот Связанном С нравственностью С оценкой Моральной нравственности Она просто Подтвердила Этим самым Что Славян Ирисские веды Носят Положительный характер То есть Она не смогла Найти отрицательного То есть При всех попытках При всех сравнениях С другими Неграмотных сравнениях С другими источниками С религиями И так далее Она не смогла Доказать Отрицательность Того мировоззрения Которое Писано В славян Ирисских ведах А это значит Что С точки зрения Оценки Фальсификаторов То есть Если Кто-то Еще продолжает Оценивать Славян Ирисские веды Как фальсификат И подделку То ему Приходится иметь Уже Дело С версией Что Эта подделка Нужна Как бы Для формирования Мировоззрения Положительного В обществе Положительного Мировоззрения Но Чем больше Появляется Подтверждений Славян Славян Ирисским Ведом Этот Статус Может Измениться В сторону Того Что Это попытка Восстановить Мировоззрение То есть Не фальсифицировать А чем больше Текстов Тем больше Соответствий Будет найдено То это будет Попытка То есть Не подделать А восстановить Мировоззрение Которое Имеет Огромное Количество Подтверждений В разных Источниках И получается Что Вот этот Подход Он в принципе Теряет смысл О подделке Он теряет смысл Потому что Очень трудно То есть Уже нету Такого Количества Материалов Которые бы Противоречили Из древних текстов Ну их действительно Уже мало Древних текстов Которые могли бы Противоречить С текстом Славян Ирисских Вед И здесь Я хочу Подытожить Вот это Мировоззренческая Оценка Она Может быть Проведена Но Специалистов Достаточно Мало Потому что Наши ученые Они практически Не изучают Индийские веды Очень мало Ученых Изучают Другие Источники И Если Время останется То я Даже некоторые Примеры Приведу Соответствия Ну вот Подытожить Я могу Тем что Например В бхавадгите Высшим благом Провозглашено Знание А антиценностью Невежество Незнание Это совершенно Нерелигиозный Подход Хотя Называют Это Индуйской Религией Вот И вот Знание О вот этом Мировоззрении О вот этом Подходе Ну оно Достаточно Ну пока еще Не распространено Но при этом Написано Что для Бхавадгиты Характерна Гуманистическая Направленность Это Часть Материала Когда Бхавадгиту Тоже пытались судить Судить по вопросам Экстремизма И Когда Миллиард Человек Возмутился Там даже были Демонстрации В Индии Когда посол России В Индии Тоже возмутился С этим судом Тогда В общем-то Ну Немножко По-другому Начали оценивать Но Надо заметить Что в принципе Все вот этот Подход Мировоззренческий Он точно так же Справедлив для Славяно-арийских Вед В концепции Веручения Представленного Бхавадгите Неприемлемыми Являются любые Проявления Неприязни Вражды В том числе В отношении Каких-либо Национальных Конфициальных Социальных Групп Вы это Не найдете В славяно-арийских Ведах Социальных Групп И так далее Враги Определяются По действиям В тексте Не поднимаются Темы связанные С какими-то Социальными Национальными Группами В том числе Их унижение Оскорбление Какой-то Дискредитации По социальным Или национальным Признакам Единость Концепции Может говорить Не просто О схожести О происхождении Из единого Источника И Здесь можно Сказать Что слишком Много Совпадений С другими Источниками Те факты Которые Изложены В слонарийских Ведах Которые Не имеют Пока подтверждения На наш взгляд Приводятся В доказательство Уровня Цивилизации Обладающего Именно таким Уровнем Мировоззрения Если бы Не было Этих фактов Трудно было бы Понять Уровень Цивилизации И выстроить Своё впечатление О ней Поэтому Мировоззренческая Концепция Опубликована В слонарийских Ведах Положительная Она не просто Говорит О стремлении Человек А показывает Путь человека По вляционной Лестнице И Что можно сказать Что Подтверждения Ещё какие Дополнительные Могут быть Значит Всё Что я говорил Всё Относительно Велесовой книги Может быть Использовано Для слонарийских Вед Мы подходим К вопросу К необходимости Исследования Слонарийских Вед Чтобы это Исследование Уже По имеющимся Свидетельствам Установило Новые Качества Этого Текста И Увидела Ну Подтвердила Даже Те Те Вещи Которые Мы уже Исследовали Например Качество Рунического Текста Принадлежности К древним Вариантам События Описанные Ведах Могут иметь Определенные Привязки По времени Существующие Описанные События Факты Могут быть Ещё Неизвестны Были Науки На момент Создания Проверку Можно провести По известным Событиям Но неизвестные Подробности Могут выясниться Вот Дальнейшая Сверка Мировоззренческих Позиций С индийскими Ведами Значит Исследования Доказывающие Уровень Древних Технологий В том В том числе И космологические Вот эти Космологические Упоминания И исследования И описание Событий Присутствующих В других Источниках Причём Количество Этих Источников Не такое Уж Большое То есть В принципе Всё Есть для того Чтобы исследовать Славяно-арийские Виды То есть И нет Препятствий То есть Только чисто Какие-то Психологические Препятствия К восприятию Информации Но однако Как я уже успел Сказать Есть ещё Такое Интересное Наблюдение Что Если мы Обращаем Внимание На мировоззренческие Аспекты Как основу Донесения Информации Из славяно-арийских Век То есть Это база То Получается Что это Ограничивает Список Претензий К славяно-арийским Ведам Это Автоматически Сужает Список Этих Претензий И следует Обратить Внимание Именно На мировоззренческий Аспект Так как Цель Именно В Передаче Того Мировоззрения Которое Достаточно Высокое Достаточно Это Очень Высокое Мировоззрение Только его пока Не воспринимают Есть Что из Высокого Есть в этом Мировоззрении Это Вопросы Связанные С тем Что Человек Осознавая Своё То есть Имея знание О себе Об обществе Он Начинает Убирать Свои пороки Которые Описаны В слонарийских Ведах Истах Идет По эволюционному Пути Убирая Свои пороки Он Начинает Управлять Собой Переступая Через Инстинкты И собственные Эмоции И становится Собственно Человеком Не инстинкты Эмоции Управляют Человеком А человек Становится Человеком Дальнейшее Дальнейшее Восхождение По эволюционной Лестнице Дает Возможности Осознания Окружающего Мира Возможности Воздействия На окружающий Мир И именно Это О чем я и говорил По Велесовой Книге Дало Возможность Родам Сформировать Вот эту Структуру Взаимоотношения Богов То есть Тех Кто вышел На уровень Творца И человека Который еще Проходит Этот эволюционный Путь Юрий Алексеевич Пора бы нам На музыкальную паузу Прерваться Да Ну Я думаю Что сразу После музыкальной паузы Мы пригласим Марину Постараемся Пригласить Все-таки Это будет По телефону Мы в музыкальной паузе Позвоним И попробуем С ней соединиться Если получится Значит она у нас выступит Более Хорошо Давайте прерываемся На музыкальную паузу И мы пытаемся В этот момент Дозвониться До Марины Постараемся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио 28 ноября 2015 года Суббота Один из современных Календарей А по одному Из древних 27 день Месяца новых Дорог 2524 лет Вторник О достоверности Славянно-арейских Вед Говорим мы сегодня В нашем живом эфире Вот к нам Подсоединилась Марина Альбертовна Качаева Здравия Здравия Это специалист По расшифровке Древней нашей символики Почему мы подключили Дело в том Что славянно-арейские Веды Это не просто Сборник документальной Информации Это еще и Перечень Которым Представлено Много-много Символов Как те Которые известны И те Которые Многим Казалось бы Неизвестны В том числе И расшифровка Этих символов И когда Они применяются И употребляются И применялись И употреблялись И вот хотелось бы Как раз С Мариной Альбертовной По этому поводу Поговорить Что можно сказать По нашей Символике древней Насколько она Реальна Ведь есть Те люди Которые говорят Что это все Придумал Гитлер В каком-то там Тридцатом Тридцать Вахматом году Это все Выдумки Того же Хиневича И так далее И тому подобное Что можно сказать В противовес Этим людям Это первый вопрос И второе Что будет Если запретят Славяно-арийские веды Ведь в этом случае Запретят и всю Нашу символику Какой удар В этом случае Нас ждет Или нас не ждет Ничего Как оно все было Так и остается Ну действительно В сборнике Славяно-арийских вед Приводится Огромное количество Символов Которые являются Наследием Русской народной Культуры На самом деле Большинство из нас Знают эти символы Под названием Свастика Хотя Опять-таки Подчеркиваю В народной культуре У них было Несколько другое Название Ерга Общая Собирательная Наверное Самым древним Из них Является символ Который Из истинных Ветах Описан Как духовная Или душевная Свастика Этот символ Встречается На артефактах Мезинской Верхнеполитической Стоянки И ему В общем-то 20 тысяч лет На самом деле Другие символы Которые Опять-таки Приводятся там Это Символы Известные Опять-таки В народной Традиции Под Общим Собирательным Названием Ерга И Эти знаки Как бы Второй момент Когда они Вылезают Как бы В истории В истории Действительно В исторических Исследованиях Это Приблизительно С третьего Тысячелетия До нашей Эры До начала Первого Тысячелетия До нашей Эры В орнаментах Глиняной Посуды Андроновской Позняковской Абашовской Культур Бронзового Века Несколько Более Раньше Они встречаются По крайней мере Близкие К ним Символы Встречаются На посуде Трипурской Археологической Культуры То есть В общем-то И Потом Спустя Опять-таки Тысячелетия Спустя Века Они Оказываются На Одежде Русских Крестьян Севера Центра России Смоленской Части Рязанской Владимирской Московских Губерний Тогда Сибири Алтая То есть Это Один из самых Распространенных Один из самых Распространенных Знаков Используемый В русской Народной Традиции Именно В этнографии Они встречаются Изображения Тех символов Которые Ведах Названы Как Долин Трава Боговник Родовник Даже Фарш Можно видеть В экспозициях Государственного Исторического Музея И Российского Этнографического Музея Не говоря Уже Что все это Можно посмотреть В соответствующей Литературе И этнографической И археологической И Конечно же Тот символ Который Нам известен Как свастика Который В свое время Был взят Гитлером Для Своих Целей Он тоже Известен И у него Есть Более Сорока Народных Названий Которые Это Фиксирует Этнограф Ну и Постраненных Названий По Рязанской Области Оно Встречается Это Солнечные Ножки Солнечных Ноги Коня Символа Бега Времени Изображения Символа Благополучия Но Прежде всего В свадебном Костюме В свадебных Обрядах Использовался Этот символ Очень широко Особенно В женском Народном Костюме И Конечно Случа Если У нас Будут Запрещены Так сказать Вот эти символы Если Будут Вообще Если будет Запрещена Книга Где Так сказать Приведены Их изображения То Конечно же Конечно же Это создаст Очень нехороший Прецедент Потому что До сих пор Собственно говоря У нас Считалось Что Ну Только Та свастика Которую В свое время Когда-то взял Гитлер Так сказать Для Германии Только Она У нас Официально Как бы Запрещена Здесь Есть еще Один такой Момент Дело в том Что Опять-таки В науке Существует Принцип По которому Сходные Символы В принципе Не являются Тождественными Это тот принцип На котором Базируются Ученые Этнографы Изучающие Символику Крадиционную И С этой Точке Зрения С этой Точке Зрения Изображение Свастики Ерге Той Которая Была Даже Взята Когда-то Гитлером Она Не является Тем же Самым Чем было В народной Знаки Которые Изображались На народной Одежде Почему Потому что Знаки Взятые Гитлером Это конкретно Черная Свастика На белом Круге И на красном Фоне А народная Культура Те символы Которые Использовались Ергические В народной Культуре Они во-первых Отличались Цветом И Кроме Того У них Совершенно Другая Смысловая Смысловое Совершенно Другое Содержание И Та же Свастика Так сказать Известная По Территории Славянского Поселения Славянских Племен Индоевропейских Правильнее Наверное Оригийских Все-таки Племен Говорить Например Эта Свастика В Рязанском Крае Носила Название Коники Или Голяшки Коневые То есть Ноги Коней А кони Это Очень древний Символ Добра Это Древний Символ Движения Света И Даже Воды В разных Мифологических Пластах По-разному И Кроме Того Наверное Надо сказать Еще о том Что Юргические Символы Это Очень Добрые Сильные Знаки Действия Которых Сейчас Можно Просмотреть Используя Специальную Аппаратуру Существующую Физическую Технику То есть Это знаки Которые Действительно Приносят Человеку Добро Приносят Энергию Защиту Силу Ну И Запрещение Вот этих Если Так Книга В которой Содержатся Эти Символы Будет Запрещена То В общем-то Это Создает Очень Нехороший Прецедент Я не Думаю Что Наши Правоохранительные Органы Они Будут Собственно Говоря Разбираться Изображение Это Народные Народные Я Я В этом Не Вис Как Специалист Как Историк Ну Наверное Просто Надо Понимать Что Есть Знаки Которые Настолько Древние В истории Человечества Что Они Не Могут Быть Собственностью Какой-то Ну Наверное Какого-то Политического Течения То есть Они Не Могут Быть С ним Связаны Это Наша Древность Это Наша Культура Это Наши Корни И Ни в коем Случай Нельзя Как-то Изгонять Из нашей Жизни То есть Получается Другими Словами Если Запрещают Эту Символику То В этом Случай Попадают Под Запрет Символика Которая Находится На многих Зданиях В виде Не Просто Отдельных Символов Но Вязи И Так же Плюс Попадают Под запрет Буддийские Символы Которые Используют Свастику Индуистская Религия Которая Использует Свастику И Многие Много Чего Другого И Народные Костюмы Национальные Которые У нас Стоят В музеях Тоже Попадают Под эти Запреты И только За счет Того Что запретят Славяно-арийские Веды Совершенно Верно И Собственно Говоря Сейчас Я нахожусь На территории А вот Эти же Киргические Сластические Узоры В общем-то Получается Совершенно Что мы Собственно Уничтожаем Собственной Культурной Просто В этом случае В Москве Также есть Собор Василия Блаженного Также есть Кремль Которых Тоже Очень много Находится Интересных Символов Которые Также Представлены В славяно-арийских Ведах Так что Тот Судья Который Выносил Приговор Он как-то Об этом Не подумал Он что Предлагает Законодательным Способом Прийти И взорвать Все вот эти Наши Знаменитые Здания Которые Уже По всему миру Как символы России Присутствуют Вот я Немножко Этого Не понимаю Ну Вы знаете К сожалению Это будет Это к сожалению Не впервые В нашей истории Потому что Во время Великой Отечественной Войны Вернее После нее Были Прецеденты Уничтожения Музейных Коллекций Так сказать Ценнейших Экспонатов Музейных На которых Были Изображения Свастики Так сказать Уничтожались И полотенца И Собственно Народный Костюм И Вообще Это очень Страшно Если это Повторится И еще В больших Масштабах Ну Говорить О том Что Как Информация Разноплановая В том Смысле Что Везде Где только Можно Славяне Использовали Эту символику Но Также Помимо Славян В буддистской Культуре Культурном Пласте В буддистской Религии Используется Свастика В Индии Свастика Используется В Китае Свастика Используется Да и В северных Народах Тоже Свастика Используется Везде Причем Официально Можете Оказаться В европейских Странах Которые Кстати Также Войной Не были Объединены С 41-45 Года Ну И там Везде Свастика Присутствует Никто С ней Не сражается И Все нормально Вообще Может Дебилизма Вообще Дойти Представляете Подъезжает Кортеж Владимира Владимировича Путина К Кремлю А там Приставы Его не пускают С тем Предлогом Что происходит Разборка Например Собора Василия Блаженного Или Собора Какого-нибудь там Внутри Кремля Сейчас Владимир Владимирович Подождите секундочку Мы тут разберем Колокольню Вот эту вот Она тут Севастичную Вот символику Имеет А славяно-арейские Веды запрещены А тут как раз Символы Которые Представлены Вы тут Погуляйте Пока В стороночке Снесем Вот этот Весь Вытащим Лепниночку Снимем Ну и так далее А вот это вообще Взорвем Вот Судья Я не знаю О чем думал И о чем думали Эксперты Но суть в том Что Что есть То есть Давайте Мы еще поставим Одну Музыкальную паузу И потом Продолжим По теме Музыкальную паузу Народное Славянское Радио Пора Просыпаться Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио 28 ноября 2015 Года Суббота По одному Из современных Календарей А по древнему Одному Из древних 27 день Месяца Нового Дару 7524 Лета Вторник О достоверности Славян и Рейских Вет Мы говорим В сегодняшнем Живом эфире И у нас еще не выступал Михаил Владимирович Игнатов Юрий Алексеевич Предоставим слово Сейчас Буквально Несколько слов Чтобы Направление задать Потому что В общем контексте Нашей встречи Получается Что мы в принципе Подвели к тому Что Мировоззренческие основы Они являются Самыми важными В слайно-реских Ведах И Все больше и больше Количества фактов Которые подтверждают Это И вот Я попросил Михаила Владимировича Чтобы он подготовил Такие Особо характерные факты Их на самом деле Огромное количество Они есть на сайте Большое количество Упоминаний Но некоторые из них Имеют характер Подтверждения Не только исторических Событий Но и мировоззренческих Вот хочу передать Слово Михаилу Владимировичу Добрый вечер Приведу Некоторые Информации Подтверждающую Изложенные В слайно-арийских Ведах В них говорится О бантах И их отношениях С людьми Имеющими Красный оттенок кожи Потомки которых Нам известны Как представители Народов Населяющих Территорию Обеих Америк Великое похолодание Принесет Ветер Деарийский И Мариона На треть лета Укрывать будет Ее своим белым Плащом Начнется Великое Переселение Потомков рода Небесного Загоры Репейские Кои защищают На западных Рубежах Святую Росенью И дойдут Они до Великих Вот Океана Море Западного И перенесет Их Сила Небесная На землю Безбородых Людей С кожи Цвета Плавен Священного Огня Дальше Описано События Происходящие В Атлане Ее Гибель Вот И уничтожит Ни стихии Землю Тую И скроется Она в глубинах Великих Вод Так А же Скрылась В древние Времена В глубинах Северных Вод Священная Даария Боги Расы Спасут Людей Праведных И сила Небесная Перенесет Их На восток Земли Людей С кожей Цвета Мрака Это как Мы знаем Египет А безбородых Людей С кожей Цвета Пламени Священного Огня Перенесет Сила Великая В бескрайние Земли На заходе Ярилы Солнца Лежащие То есть На территорию Америки Посмотрим Что Писали Скажем так Исследователи По Теме Присутствия Белых Людей С 4 июня 75 года В газете Правда Промеркнула Интересная Статья Неизвестное Индейское Племя Обнаружила Экспедиция Бразильского Национального Индейского Фонда В штате Пара На севере Бразилии Белокожие Голубоглазые Индейцы Этого Племени Обитающие В густом Тропическом Лесу Искусственные Рыболовы Бессрашные Охотники Множество Информации Находится В записях Об отношении Индейцев Белым Людям Вот как Например Писал Об индейцах Колумб 6 ноября 1492 года Мои посыльни Сообщают Что после Долгого Марша Нашли Деревню На тысячу Жителей Местные Встретили Их С почестями Поселили В самых Красивых Домах Позаботились Об их Оружии Целовали Им руки Ноги И пытались Дать им Понять Любым Способом Что они Испанцы Белые Люди Пришедшие От Бога На небесах И звездным Богам Это первое Упоминание О починах Белых Богов О почитании Белых Богов У индейцев Америки Они Испанцы Могли делать Все что угодно Никто им Не препятствовал Они резали Несли Плавили Золото И за всем Этим Стоял Белый Бог Кацель Фуатле Писал Следствие За Колумбом Один Испанский Хранитель Да и В дальнейшем Исследовании Упоминали О бесчисленных Легендах Индейцев Обеих Америк Дошедших Без изменений До наших дней Которые Повествуют О высадке Незапамятные Времена На берега Белых Бородатых Людей Они принесли Индейцам Основы Знаний Законную Цивилизацию Прибыли Они На больших Странных Судах С лединими Крыльями И светящимся Корпусом Подойдя К берегу Корабли Высадили Людей Голубоглазых Светловолосых В дальнейшем Аттеки Тальтеки Называли Белого Бога Коцели Куатли Инки Кантики Веракоча Майя Кукулька Индейцы Племен Чипча Бочика Устным Индейским Творчеством Занимаются Множество Ученых За долгие Годы Собраны Обширные Данные Археологические Сидейства И материалы Средневековых Испанских Хроник Вот что Говорит Свесарский Писатель Фонд Белые Божества Индейцев Это конечно же Решельцы Из космоса Это он Трактует В испанских Хрониках Япон Конститадоров Есть Еще записи Колумба Относящиеся Показывающиеся Какое почтение Испытывали Индейцы Белым Людям В 519 Году Отряд Кортеса Свободно Шел Через Джунгли Поднимаясь К столице Астеков Его практически Не препятствовали Почему Да все Из-за легенд Астекские Жрецы Высчитали Что Белый Бог Покинувших Их В год Киа Акадли Вернется В этот же Особый Год Что повторяется Каждые 52 года По странному Светению Обстоятельств Карстес Высадился В Америке В такой Год Практически Полностью Он совпадал С легендарным Богом По одежде Понятно Что Индейцы Нисколько Не сомневались В божественной Принадлительности Конкистандоров А когда Сомневались Было уже К сожалению Поздно Еще один Интересный Факт Правитель Астеков Монтисума Послал Одного Из своих Сановников Картесу С подарком Головным Убором Наполненным Золотом Когда Посланник Высыпал Украшения Перед Испанцем Все Избудились Посмотреть И посланник Заметил Среди Конститк Доров Человека В шлеме Оделан Тончайшими Золотыми Пластинами Шлем Поразил Посланник Умолял Дать ему Только одну Вещь Шлем Этого Воина Я должен Показать Его Правителю Ибо Он Выглядел Точно Так же Как тот Что Однажды Надел Белый Бог Картес Отдал Ему Шлем С пожеланием Чтобы Вывернули Наполненным Золотом Франциско Писаро Писал Об Инках Правящий Класс Перуанском Королевстве Был Светлокожен Цвета Спелой Пшеницей Большинство Вельмож Удивительно Похожи На Испанцев В этой Стране Я встретил Индейскую Женщину Такую Светлокожую Что Поразил Соседи Зовут Этих Людей Детьми Богов Так же Представители Элиты Перуанского Общества К моменту Прихода Испанцев Таких Представителей Было Около Пятисот И говорили Они На особом Языке Хранисты Сообщают Что Восемь Правителей Испандиназисти Были Белыми Бородатыми А Жены Белыми Как Лицо Один Из Литописцев Гарсири Деловега Поведал Захоронение В котором Он Увидел Мумию С белыми Как С них Волосами Но Тот Человек Умер Молодым Так что Это Было Не Себина Ему Говорили Что Это Мумия Белого Инки Восьмого Транителя Солнца Достаточно Поверхностно Достаточно И разной По жанрам Литературы По истории Перу Что Обнаружить Там Множество Упроминания Бородатых И Блокозых Багов Изображения Божеств Стояли В инских Храмах В храме Куст Костюм Слеса Земли Находилась Огромная Статуя Изображавшая Человека В длинном Одеяне И сандалиях Точно Такая Же Что Рисовали Испанские Художники У нас Дома Писарон В храме Контики С длинной Бородой И гордой Балахоне Счители эту статую То подумали Что святой Барбаламей Дошел В Перу И индейцы Создали Монумент Об этом событии Обследуя Перу Испанцы Наткнулись На огромные Мегалитические Сооружения Дорогие С времен Также Лежавшие В развалинах Когда я Спросил У местных Индейцев Кто Пас Писал Хранить Съезд В этом году Они отвечали Что это сделал Другой народ Бородатый Белокожий Как мы Испанцы И люди Прибыли Задолго До инков И осели Здесь Насколько Сильно И живучее Это предание Подтверждает Свидетельство Современного Перландского Археолога Вилкарселя Который Слышал От индейцев Что эти Сооружения Были созданы Народом Чужестранцем Белым Как европейцы В самом центре Дительности Бога Была резиденция Белого Бога Говорили они Местный Вождь По имени Каарис Со своими людьми Пришел На этот Остров И вел Войну Против Белого Народа И многих Убил Белый народ Оставил На озере Свои Постройки Ученый Пишет Спросил Местных Жителей Были ли Это строения Созданы Во времена Инков Они Посмеялись Моим Вопросом И заявили Что им Доподлинно Известно Что это Все сделано Задолго До Инков Они Видели На острове Титикака Бородатых Мужчин Это Были люди Тонкого Ума Пришедшие Из неведомой Страны И было Их Мало Этими Легендами Вдохновился Француз Бандельев В конце Рассказывали Что на острове В древние времена Пришли Похожие На европейцев Люди Они Женились На местных Женщинах И дети Их стали Инками Племена До них Жили жизнью Дикарей Но пришел Белый человек И он Обладал Большим Авторитетом Во многих Поселках Он научил Людей Жить Нормально Вот Его Жители Называли Сиракоча Легенды Индейцев Чиму Повествуют О том Что Белое Божество Пришло С севера Со стороны Моря А затем Поднялись К озеру Тика От Титикака Очередливление Беларакочи Наиболее Часто Проявляется В тех Легендах Где Ему Приписывают Различные Земные Качества Называют Его Умным Добрым Однако При этом Величат Его Сыном Солнце В Ниссуэле В соседних Областях Также Есть Легенды О пребывании Там Таинственного Странника Обучавшего Местных Земледелию Его Называют Сумы По легенде Он велел Всем своим Собратьям Выстроиться Вокруг Высокой Скалы Стал На нее И поведал Им Законы И наставления Пожив С людьми Он Покинул В районе Сегодняшнего Панавского Канала Живут Индейцы Куна В их легендах Также Присутствует Некто То Сильное То После Сильного Наводнения Пришел И обучал Их Ремеслам Как Доказали Ученые Соседи Осырка В Майя Также Не всегда Жили В сегодняшних Местах А Мигрировали В Руис Районов Сами Майя Рассказывают Что Их Кредки Приходили Дважды Первый Раз Была Наиболее Крупная Миграция Из-за Океана Свостока Откуда Были Проложены 12 Нити Путей И таких Свидетельств Очень много Встречаются В Эквадоре Колумбии Гватемале Вот Это Информация Приведена О том Что Существует Множество Легенд Скажем Так У Населения Америк Вот Но Помимо Легенд Совсем Недавно Появилась Информация Вот Ее Распространила Ирина Цезарь Доктор Философских Наук Статьи Приведены В интернете С иллюстрациями Вот Даже Видео Бывает И вот О чем Эти материалы В Фениксе Есть развалины Целого города Из таких Городов Выселений И таких Городов Выселений Десятки На территории Трех Штатов Аризона Юта И Юмексика Среди которых 15 Городищ Открыты Для Публики Как Древние Каменьки Предков Североамериканцев И Мудейцев Везде Типичная Скисская Кладка Точь В Точках Корсу Нихерсонесе В Крыму И форма Города И размер Жилищ Все Один в один Селение Называется Ханакия Ну Так Американцы Его Нами Это Минуют Скисская Кладка Пушины Вот Прямо В музеях Феникса Выставлены Вот Херт Музей Феникси В Аризоне Керамика Вот Полностью Детично Керамики Найдены В Аркаиме И около Мегалитических Городов Урала И Сибири Вот как раз Там присутствуют Орнаменты И узоры Свостичные Свостичные Узоры Русско-арейской Самарской Культуры Имеют Богатый Набор Конфигураций Идентичны Во всей Полноте Для Аркаима Самарской Культуры В Иране Вот То есть Эти кувшины Найденные В Американских Штатах Они Очень похожи То есть Визуально Можно наблюдать По фотографиям Практически Один в один Со скидскими Петровли Также встречаются Со свастикой Штатами Нью-Мексико И Сейчас В музеях Представлена Одежда Она Не современная А Вот Историческая Как бы И с первого взгляда Эта Одежда Показывает Сходство Со славянскими Нарядами То есть На них Вышивка Элементы Таких узоров Которые Характерны Вот для Славянской Одежды Это Что Касается Вот Расселение Родов Рассел На территории Северной Южной Америки Вот Что Теперь Вернемся В Европу Сейчас Мало Об этом Известно Но Официальная Наука Не признает Но Факты Нам Говорят О том Что В Скандинавии В Великобритании И Балтийское Море Там Полно Артефактов Прямо Указываешь На то Что там Жили Славяне Вот Достаточно Долго И Для Европейцев Это В общем-то Не секрет Много Много Источников Существует Исторически Где Говорится О Различных Перепитиях Жизни Совместных Славян Славян Славянами 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 И о том Как постепенно Эти союзы Славян Были Разбиты И В том числе О роли Так называемого Христианства В этом Вот То есть Многие Крестовые Походы Осуществлялись Именно Против Этих Славянских Союзов Что К сожалению В результате И Привелось Их Поражение Вот Интересная Информация Находится Ну Буквально Сразу Если Ее Немножко Поискать В частности Всем известный Атлас Меркатора Вот Если Его Открыть И посмотреть На так называемую Шотландию Которая Там названа Скотией Вот То мы Можем Увидеть Там Графство Россия Графство Россия И Город Клин Рикодон Там Есть Вот Такие Свидетельства Расселения Буквально Вот Славянских Родов А постепенно Потом Информация Это Исчезает Россия Превращается В Рос И Со временем Вообще Исчезает Вот Еще Есть И различные Источники Вот Например Многие Знают Мабра Арбини В своей Книге Которая В общем-то Тоже Прелизвана Историческим Документом Петр Первый Так Называем В Россию Потом Привез Вот Что Он Пишет Славяне Воевали Почти Со всеми Племенами Мира Нападали На Персию Провели Азией Африкой Сражались С египтянами Александром Великим Покорили Грецию Македонию И Лидию Заняли Морайю Силезию Чехию Польшу И побережье Белых Был Был Расследование Подтверждение Изложенного В славяно-арийских Ведах Вот Например Все знают Ну Многие знают Карту Храма Ура Которая Издана В 1459 В этом году Ну Как Создано Вот И на сайте НАСА Есть статья То есть Не где-нибудь А Вполне Официально Висит Сейчас я Пробую Из нее Информацию Вот Вкратце Там приведены Снимки Сапула И Говорится о том Что Было произведено Составление Карты Поверхности Земли С использованием Современных Методов И Различных Спутников Которая Заняло Ее создание Нескольких Месяцев И Если Посмотрите На карту Храма Ура И на эту Карту Созданную Современными Способами В результате Обработки Информации Собранной За несколько Месяцев Мы увидим Практически Ну Очень большое Совпадение Это говорит О том Что Информация Изложенная На этой Карте Соответствует Ну Имеет Большую Достаточно Достоверность И Ставит Вопрос Как мог Фра Мура Создать Такую Карту Вот Очень Похожую Очень Подробную Совпадающую С тем Что На современном уровне Закономерно Так Как Славяно Арийских Ведах Описаны Реальные События Устройства Мироздания То Сама Реальность Ее Развитие И факты Будут Постоянно Подтверждать Истинность Изложенного В них И объем Подтверждений Информации Будут Только Расти По мере Развития Человека Углубления Познания Мира Систематизация Таких Данных Их широкое Распространение Такой Информации Позволит Доказать Достоверность Славяно Арийских Вед Этому Как раз И будет Способствовать Проведение Коплексной Экспертизы Ну что ж Интересно Все это здорово Здесь В чате У нас Вед Обсуждение Кстати Хочу напомнить Всем Что если вы Еще не в чате Вы много Еще теряете Потому что Здесь Можно Пообщаться Можно Поделиться Своим мнением С друзьями Можно задать Вопросы С чатом Для того Чтобы в чат Попасть Не нужно Обладать Высоким Интеллектом Какими-то Высокими Академическими Познаниями Достаточно Набрать В любом Поисковике Народное Славянское Радио Войти На сайт Славмир.org Там найти Слово Чат Нажать на него Если еще Не зарегистрированы То латинице Придумывайте В себе Логин Пароль Вводите их Нажимаете Зарегистрироваться И после этого Главное Чтобы потом Не забыть его Вы становитесь На постоянной основе Полноценным Пользователем Этого чата И можете Общаться Задавать вопросы И помогать Развивать Наш Эфир Живой Вопрос Здесь звучал Такой А где Вот эта информация Про индейцев Про Китайцев Которые Михаил Владимирович Озвучил Где Ссылки Какие-то там Источники Названия Книг Откуда можно Прочитать Что вот В таком-то году Высадились Эти вот Бородатые Мужчины К ним подошли Индейцы Стали говорить То-то-то И так далее Сейчас я постараюсь Сразу ссылки Пока Михаил Владимирович Готовит ссылки Я хотел добавить Информация Например По Скандинавским Странам Вот на текущий Момент Она представлена На сайте Переформат.ру Исследования Например Андрея Пауля И Лидии Грот Сайт Поддерживается Группой Независимых Ученых Исследователей Историков Других Специальностей И в принципе Этот Сайт Это группа Которая Сконцентрировалась Вокруг Клесова Анатолия Алексеевича И В общем-то Она находит Подтверждение В том числе Его ДНК Исследования То есть Использование ДНК Генеалогии То есть Это в совокупности Информация Просто является Уникальной То есть Она Разными Способами Приходит К одним И тем же Приходит к одним И тем же Выводам О происхождении Жителей Скандинавии От Балтийских Славян Это Дополнение Как Михаил Владимирович Будет готов Озвучить Ссылки Он об этом Скажет А мы Пока Можем Начать Задавать вопросы Наверное С чата Потому что У нас еще До музыкальной Паузы Есть несколько Минут И что-то Мы наверное Успеем Озвучить Как считаете Может быть Сейчас Я посмотрю Какой-то Короткий Вопрос Потому что Некоторые Вопросы Требуется Раскрывать Ну Например Вопрос Как сделать Так Чтобы Славян Арийские Веды Признали Официальным Источником И стали Изучать В школах Для этого Необходимо Комплексное Исследование Славян Арийских Вед Вот Мы сегодня Попытались Привести Это Всего лишь Часть Информации По Подтверждению По Совпадению Информации В разных Источниках С информацией В славян Арийских Ведах Когда Это Будет Исследовано Когда Славян Арийские Веды Будут Признаны Историческим Документом На чем Мы Настаиваем Тогда Действительно Уже Мы Будем Настаивать Чтобы Этот Документ Стали Изучать В школах А Насколько Это Нужно Чтобы В школах Изучали Может Быть Да ну Нафиг Изучать Греческие Какие-то Римские Предания Сказания Богов И все нормально Хорошо Зачем еще Загружать детей Лишней информацией Ну Если мы Немножко Отодвинем Паузу Музыкальную У нас есть Возможность Я готов Сделать Развернутый Ответ По этому вопросу Потому что Если начать То придется Продолжить Чтобы не прерывать Потому что Этот вопрос Созвучен С другими вопросами Которые есть Уже в списке Ну что ж Давайте-то Поставим Музыкальную Паузу На три минутки И после этого Продолжим В нашей теме Разбираться Музыкальная Музыкальная Вы слушаете Народное Славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На народном Славянском радио О достоверности Славяно-арейских Вет 28 ноября 2015 года Суббота По одному Из современных Календарей А по одному Из древних 27 день Месяца Новгорода 2524 лета Если вы До своих братья и Братья и сестры Но так или иначе Вы здесь Никто И звать вас Никак Что вы Не имеете Права Делать Это и Это Так вот Сейчас Пришло Время Консолидироваться Объединяться Для того Чтобы Окончательно Закрыть Вопрос О том Что Русичи Имеют Право Иметь Своё Прошлое Знать Своё Прошлое Для того Чтобы Окончательно Убедиться В этом Вот Давайте Прочитаем Конституция Российской Федерации Статья Номер 28 Каждому Гарантируется Свобода Совести Свобода Вероисповедания Включая Право Исповедовать Индивидуально Или совместно С другим Любую Религию Или не Исповедовать Никакой Свободно Выбирать Иметь И распространять Религиозные И иные Убеждения И действовать В соответствии С ними То есть В данной Статье Мы видим Что и вера Присутствует Слово И религия И также Существует Любая Слово Любая И слово Иная То есть Любые И иные Убеждения Вы имеете Право По конституции Исповедовать А конституция Гарантирует Вам это То что В ней написано А гарантом Конституции Сами И вы знаете Кто является И поэтому Если кто-то В нарушении Конституции Отнимает У вас Возможность Исповедовать Любую Веру Любую Религию Или не Исповедовать Никакой То в этом Случае Он Преступник Конституции Самый главный Закон Российской Федерации И в этом Случае Мало того Он еще И нарушает Европейские Конвенции О правах Например Граждан Политических Правах И так далее И тому подобное Это примерно То же самое Когда Вам Скажут Вы имеете Право Копать Но Лопаты Запрещены Вы имеете Право Петь Но при этом Музыкальные Произведения Запрещены Вы имеете Право Пилить Но пилы Запрещены Вот из Этой же Серии Поэтому Я думаю Тот Кто Дал Приказ Признать Славяно-арийские Веды Как и Многое Другое Экстремистской Литературой Он Немножечко Погорячился Так сказать Потому что В этом Случае Придется Закрывать Очень Много Того Что Противоречит Конституции Также Напомню Что Недавно 14 октября 2015 Года Президент Российской Федерации Из Кремля Который Находится В Москве Написал Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину Следующее В соответствии С пунктом Г Статьи 84 Конституции Российской Федерации Вношу Государственную Думу Проект Федерального Закона О внесении Изменений Федерального Закона О противодействии Экстремистской Деятельности И дальше Там несколько Приложений Которые Рассказывают В чем Суть Этого Закона Первая Часть Внесение Изменений Федеральный Закон Где Рассказывается О том Что в Такие-то Такие-то Статьи Таких-то Таких-то Годов Вносится Дополнение Где Считать Следующее Особенности Применения Законодательства Российской Федерации О противодействии Экстремистской Деятельности В отношении Религиозных Текстов Библия Коран Танах Ганжур Их содержание И цитаты Из них Не могут быть Признаны Экстремистскими Материалами То есть Мы видим Ну и там Дальше Второе Приложение Треть И так далее О том Что вступает С момента Подписания И так далее Так вот Мы видим Что К религиям Которые Свободно Имеют Ход На территории Российской Федерации И Чье Присутствие И исповедование Гарантируется Конституцией Российской Федерации Они Оказываются Не подсудны И в то же Время Мы видим То Что Когда Это касается Неких групп В частности Большей группе Которые Больше всех Представлены То есть Славянских Кровей То что Называется Почему-то Это не Распространяется Как-то Однобоко Вот На это тоже Следует Обратить Внимание Господин Господин Судье Который Принимал Через Несколько Дней После Выхода Этого Закона Своё Решение В суде Так что Вот так Вот Итак Михаил Владимирович Какие-то там Данные Найдены По поводу Ссылок Куда Что Зачем Почему Откуда Информация Да Вот Я Здесь У нас В нашем Скайпе Открывал Ссылки Если есть Возможность Выложить Хорошо Я сейчас Выложу Скопирую Сразу Отмечу Что Те Кто Сейчас Не в чате Находится К сожалению Этих ссылок Не увидят Так что Входите В чат Регистрируйтесь И После этого Пожалуйста Наблюдайте Все эти Ссылки Их потихонечку Сейчас буду Сбрасывать Ну что ж Юрий Алексеевич Продолжим По вопросам Конечно Причем Надо ответить На эти вопросы Обязательно Ну вот Наверное Тот вопрос Который я задал Надо его рассмотреть Как мы Представляем Что Вот просто так Как Сейчас РПЦ Пытается вести Во многих школах Закон Божий Так же И Вы видите О том Что надо Прийти Во всех школах Поставить Славяно-арийские Веды Сказать Изучайте Иначе Вот вам Оценку Не поставим Эти статки Дадим Или как-то Это по-другому Должно Сво выглядеть Ну во-первых Это не является То что Чем мы занимаемся Эта информация Эта информация Которая Находится И в славяно-арийских Ведах И в лесовой Книге Она Одна из ее Качеств Это историческая Информация А историю Изучают Во всех Школах Поэтому Подтверждение В лесовой Книги Можно Уже Говорить О том Может Говорить О том Что Ее Необходимо Уже Изучать В школах То есть Уже Прямо Непосредственно Ставить Вопрос Сейчас Славяно-арийские Веды Необходимо Исследовать И Придать Статус Исторического Документа И тоже Это же наша История Поэтому Ее тоже Нужно Необходимо Включать Во-вторых Есть очень Такое Интересное Замечание Во-первых Все религии Которые у нас Присутствуют Даже Традиционные Религии Так называемые На нашей территории Они все Пришли Со стороны То есть Их изначально Не было На нашей территории И вот вопрос То что было Вот сейчас Устанавливается Причем Уже достоверно Известно С помощью В лесовой книги Что это была Система мировоззрения А не Какое-то Идолопоклонничество Причем Это стройная Мировоззренческая Система Из разных Источников Она Простраивается И простраивается Все яснее И поэтому Она тоже Имеет право Потому что Она Непосредственно Взята Из наших Исторических Славянских Других коренных Народов Документов Поэтому Это Задача Ну какая Самая важная На текущий момент Установить Достоверность Славян-Аррейских Вет Придат Статус Исторического Документа И Вот Дальше Звучат Вопросы А как Это Сделано То есть А как Например Почему Некоторые Русские Люди Вот есть Вопрос Не Принимают Этот документ А потому Что Ученые Сообщества В том числе Историки Они Не следуют Они Замалчивают Эти факты Они Занимаются Откровенно Говоря Русофобским Русофобским Подходом К нашей истории Блокируют Информацию Сопротивляются Исследованиям Ну что Ну как Можно Исследовать Какие-то Артефакты Когда Российская Академия Наук Имеет Монополию На Раскопки Ну Имеет Монополию Она не будет Копать Там Где Артефакты Могут Не Соответствовать Такой Единой Теории Да Которая Сейчас Принята У ученых Поэтому В принципе И с этим Связано То Что Информация С большим Трудом Доходит До Людей Люди Некоторые Просто Не знают Но Некоторые Не хотят Знать Например Сталкивался С людьми Которые Напрямую Говорят Когда им Говоришь Про Тартарию Факты Человеку Просто Говоришь Факты Про Тартарию Доказательства Привозишь Они Просто Говорят А мне Я не хочу Знать Я все Что нужно Мне уже Знаю Получается Что Это Деструктивная Вот такая Деструктивная Позиция Внесена Уже В общество И человек Не хочет Знать Истории Своей Которая Может Говорить О том Что он Противоречит Тому Во что Он Верит Но это Же Факты А это Означает Что Общество Определенным Образом Отформатировано На текущий Момент И Отформатировано Кем А тут Я хочу Привести Пример Из Велесовой Книги Я уже Приводил Этот Пример Как Наши Предки Они Своё Послание К потомкам Обратились К потомкам Так Всякий Это Цитата Из Велесовой Книги Так Всякий Который Слушает Греков Скажет Про нас Что мы Людоеды Но Это Ложная Речь Поскольку Это Воистину Не так Мы Имели Другие Обычаи Тот Кто Хочет Победить Другого Говорит О нем Злое И Тот Глупец Кто Не борется С этим Потому Что И Другие Начнут Это Говорить То По сути У нас Есть Достоверное Обращение Наших Предков К нам Что Надо Бороться С той Информацией Которую Несут Ну Здесь В данном Случа Сказано Греки Которую Несут Темные Сил Про Наши Обычаи Потому Что Уже Эта Недостоверная Информация Огромное Количество И Вот На Другой Вопрос Который Прозвучал В чате А почему Мало Людей Голосует Потому Что Нужно Тем Кто Это Понимает Нужно Начать Действовать Начать Распространять Эту Информацию Как Это Делал Николаев Челевашов Который Первый Взял И Проанализировал Соответствие Слайнерийских Вет С другими Источниками И Увидел На какой Стране Находится Те силы Которые Описаны В слайнерийских Ветах Они находятся На светлой Стране И Поэтому Нужно Эту Информацию Разъяснять Распространять И Тогда Эта Ситуация Изменится Давайте Может быть Еще Вопрос Хорошо Давайте Тогда Наверное Вот с чего Начнем Существует Очень много Сайтов Где Друзья Славян Ирийских Вет В кавычках Постоянно Вбрасывают Какие-то Информационные Бомбочки О том Что Славян Ирийские Веты Это Подделка И Самая Широко Распространенная Информация Заключается В следующем Что О чем Вы вообще Говорите О какой Древности Это все Придумал Хиневич Как там Пели Это все Придумал Черчилль В 18 Году Здесь Про Хиневича И Что Все это Слизано С ордена Тамплиеров И приводится О том Что Тамплиеры Говорят О космосе Расположенных В ней Каких-то Предметах Звездах Землях Золотой Лестнице По которой Восхождение И так далее И тому подобное Как духи Там Перемещаются И то же самое Все Находится В ведах То же самое Говорится Про рунику Но про рунику Мы немножко Уже поговорили О том Что Скандинавская Германская Руника Она В очень Упрощенном Варианте Дается Хоть там Есть символы Пересекающиеся Но все-таки Их меньше Чем Те которые Приводятся В славяно-реских Ведах Вот Наверное Докоснуться Тамплиеров И Веды В чем Почему здесь Такое Пересечение Кто Откуда И у кого Слезал Я могу Так сказать Действительная Информация В этих Двух Источниках Она Резонирует То есть Она Созвучна В этих Двух Источниках Но К сожалению Те кто Приводят Такую Аргументацию Они Вообще Совершенно Не оценивают Историческую Значимость И Оценку Достоверности Не проводят Вот тому Источнику Тамплиеров То есть Они Ни временные Характеристики Не оценивают Когда это было Но мы Приблизительно Знаем Что Тамплиеры Они были Там Чуть раньше Чем Средние Века После Того Как Распяли Иисуса Христа Ответить Когда Была Информация Тамплиеров Здесь же Приводится Информация Которая Созвучна Эта информация Но которая Имеет Более Древний Корр Отверждение Эта информация Приводится Значительно Больше Фактов Например Связанных То есть Она Созвучна С информацией В славяна В индийских Ведах Вот И здесь Надо сказать Вопрос Такой Что Ответить На этот вопрос Так Что Обратите Внимание Что Когда Во-первых Приводят Этот аргумент Как бы Однозначно Оценивает Эту ситуацию Хотя Ситуация Абсолютно Неоднозначна Это означает Что информация Может соответствовать Но Может быть Совершенно Обратная Обратная Ситуация Что Изначально Информация В славяна Ведах Первична А у Тамплиеров Вторична И Вот Тем Кто Так делает Я бы хотел Сказать Что Тогда Человеку Кто приводит Такой аргумент Надо Сказать Что информация О жрецах Существовала Как минимум До 1920 Года Из легенд Тамплиеров Их снеги Пока Большевики Не разгромили Орден Тамплиеров И Получается Что Чтобы Опровергнуть Хиневича Необходимо Опровергать Информацию Из легенд Тамплиеров Но Этого Никто Не делает Эту Информацию Из легенд Тамплиеров Никто Не опровергает Вот И Там Могу Сказать Что Так как Европа Была Вообщем То Во многом Славянская И Мировинги Это Династия Франков На территории Франции Есть Источники Что Они Тоже Славяне И Из клана Мировингов Были Тамплиеры Вот Можно Как бы Сделать Гипотезой Тот Материал Что В принципе Это Тоже Славянские Славянские Легенды Которые Могут Быть Ранее Могли Быть Ранее До Клана Тамплиера Ну О Чем В принципе Они Говорят Они Говорят Про Жрецов Но Тем Кто Это Говорит Нужно Теперь Опровергать Опровергать Эту Информацию Они Этого Не Делают Мне Кажется Здесь Надо Привести Следующие Примеры Которые Наверное Расставят Все По Своим Местам Опять же Люди Оценивают Ситуацию Исходя Из Той Информации Которая Была К ним В головы Залита Вот Есть Такой Принцип Полного Стакана Вот Что Попало В Стакан То В нем И есть То И Главное Для Него И Неважно Что Там Находится Извините Моча Бешеного Поросенка Или Там Находится Какое-то Целебное Снадобье Это Уже Внутри Стакана Есть И Расставаться С этим Стакан Не Особо Хочет Необходимо Какие-то Сделать Усилия Для того Чтобы Выплюснуть Почистить Помыть А потом Что-то Новое Вливать Большинство Людей Страдают Самозначимостью То есть Если Кто-то Ухватился За какую-то Информацию Кажется Что Это Истина В последней Инстанции И Больше Ему Никакой Информации Не Нужно Что Он Дурак Что Он Будет Брать Информацию Которая Не Я Я Я Я Умный Поэтому Информация Которая Взял Она Важная Для Меня И Вы Не Имейте Права Убеждать Что Я Был Глуп Потому Что В свое Время Ухватился За что-то Непонятное И неправильное Вот Эта Гордыня Самозначимость Она Очень Много Современным Людям Портит В жизни Вообще Всем Независимо От того Кто Чем Увлекается Это И ученых Касается Представляете Ученый Который 50 Лет Трудился Изучал Что-то Ему вдруг Говорят Парень А ты 50 лет Фигней Страдал Ты Занимался Не тем Чем Надо Он Порвет Вас Ну Что Получается Он Кандидатскую Докторскую Защитил И Получается Что Это Филькина Грамота Что Это Ничто Вот Этот Надо Учитывать Момент И Поэтому К сожалению Часто Люди Не Могут Переключить Сознание Переключить Свои Мозги На то Что Более Полезно Они Будут Сидеть В этой Куче Навоза И При этом Кричать Что Это Аромат Цветов Только Потому Что Это Их Навоз Так Вот Если Мы Сейчас Отталкиваемся От новых Всех Изысканий Археологических То Мы Уже Знаем Что Археологи Давно Доказали Египетские Пирамиды Современные Египтяне Не Строили Инки Ацтеки Современные Ну Перуанцы Они Тоже Не Строили Те Артефакты Которые Находятся В Мексике Перу Боливии И так Далее И Китайцы Не Строили Великие Пирамиды Которые Сейчас У них Есть Они Даже Не Раскапывают И Великая Китайская Стена Была Построена Не Китайцами На Это Указание Огромное Количество И Севернее Китайской Стены Находят Захоронение В большом Количестве Белых Людей А китайцев В того Времени Захоронение Там Не Находят Но Это Меняет Вообще Полностью Все Представление Современного Человека Это Опять же Тот Самый Стакан Который Когда-то Чем-то Наполнили И Большинство Людей Исходя Из Этого Наполнения Не Могут Никак Понять И Просто Бояться Может быть А может быть Просто Мозги Не Ухватывают Что Надо Расставлять Все В той Очереди Которая Естественно Для нашего Мироздания Но никак Внук Дедушку Сейчас Не может Родить Внук Произошел От папы Которого Родил Его Дедушка Когда-то Породил И получается Что Если Вдруг Внук Начинает Говорить Какие-то Умные Вещи Которые Ему Передал Папа Который Узнал Своего Дедушки То Сейчас Современные Ученые С тем же Успехом Можно сказать Что Дедушки Не было Потому что Внук Сейчас Говорит То Что Дедушка Не может Уже Сказать Дедушки Нет На этом Свете Он ушел Уже И он Не может Ничего Сказать А Письма Например Дедушки Потеряны Ну Была война Сгорело Там Здание Где Письма Хранились Бабушка Тоже Умерла Письма Потеряли На Помойку Выбросили А А внук Говорит Что-то Очень важное Значит Внук Умнее Дедушки Значит Это Внук Все Изобрел Значит Внук Все Это Понял Нет Друзья Мои Включите Голову Расставьте Все По своим местам Это Первое Второе Когда Русский Человек Или Современным Заком Россиянин Отметает Огромную Древность Свою Это Означает Что Он Ложится Под Западные Теории Которые Навязанные Россией Для Ее Уничтожения Но Вы себе Можете Представить Более Идиотскую Ситуацию Человек Отметает Свою Древность Только Потому Что Ему Так Сказали И Отметает Ее В связи С тем Что Он Хочет Себя Уничтожить Но При этом Он Кричит Нет Мы Должны Подняться Скорее Обрыв Связи Вы Слушайте Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Итак Связь Восстановлена Продолжаем Разговор Напомню 28 Ноября 2015 Года Суббота Это По Современному Календарю По одному Из Современных Календарей 27 День Месяца Новый Даров 7524 Лето Вторник О Достоверности Славяно-арийских Вед Идет Наша Беседа Итак Про Технологии Завучал Вопрос От Александра Казарина Куда Делись Все Высокие Технологии Упоминаемые Косвенно Славяно-арийских Ведах Кто Ответит Я Кратенько Отвечу Почему Потому что Находятся Эти Технологии Та же Самая Плета Чувырова Та же Самые Древние Какие-то Высокотехнологичные Изделия Там Пружинки Какие-то Которых Ну просто Естественным Способом Не могут Получиться Те же Самые Мегалиты Которые Тоже Без Ну совершенно Какими-то Технологиями Первобытными Тоже не могут Быть получены Не могут Быть перемещены Поэтому Технологии Все Присутствуют И в общем-то Идет активный Поиск На текущий момент Этих артефактов Поэтому Эти все Технологии Есть Другой вопрос Что Каким образом То есть Как эти технологии Применялись В принципе Об этом написаны И я постараюсь Вот там еще Есть вопросы В одном из них Я постараюсь Раскрыть Как это Было Сделано Хорошо А я сейчас Хочу тоже Немножечко Кстати Если Михаил Владимирович Или Александр Ильич Хотят что-то Дополнять Вы Голосом Вступайте Потому что Мы тут Общаемся Между собой Получается А я хочу Дополнить Что Вот Сейчас Часто употребляется Такое понятие Ночь сварога Утро сварога Вот ночь сварога якобы закончилась И начинается день сварога И вот головы У людей очищаются Просыпаются Глазки Продирают И Начинают смотреть Новыми глазами То что сейчас происходит И ужасаются тому Что происходило ночью Так вот Ночью Когда человек Спит Его Намного проще Обокрасть Намного проще Сделать что-то нехорошее Так вот Когда Представьте себе Вы Находитесь В военной части У вас Есть Некое Оружие Которым Можно Несколько раз Уничтожить Весь этот мир Всю нашу Землю И вдруг Часовые Заснули Вот что происходит Просто Недруги могут Прийти И сделать что угодно Взорвать Уничтожить Диверсию Произвести Перерезать Всех Убить Вот Примерно Такая же Ситуация Складывалась Когда Наступала Ночь Сварога Представляете Мозги спят А возможности Очень большие Что необходимо Сделать Чтобы Не уничтожили Сами себя Естественно Производится И торможение Убираются Какие-то технологии Для того Чтобы вы В полусонном Состоянии Сонамбулизма Не могли Нажать какую-то Кнопочку Дернуть за какой-то Рычажок И не взорвать Например Весь этот мир Поэтому Когда Наступала Так называемая Ночь Сварога Многие технологии Специально Были убраны Для того Чтобы здесь Не произошла Уже Катастрофа Вселенского Масштаба Вот Мне так Это видится Если что-то Есть у моих Собеседников Добавить Пожалуйста Дополняйте Но Здесь еще Как бы Обусловлено Разными Факторами Что Именно В ночь Сварога Произошла Определенная Деградация Общества Тем более Это дополнительно Было Наложено На Планетарная Катастрофа 12 с лишним Тысяч лет назад И Это привело К серьезному Перекосу И Потере Знаний Поэтому За этот Период Таких Каких-то Дополнительных За вот Этот Последний Период Таких Источников Мы не Видим Но Тем не менее Очень много Артефактов В том числе Там Тоже В египетских Пирамидах Они говорят О высоких Технологиях Но Суть Вот я уже Хотел сказать Здесь Будет ответ Не только На этот вопрос Здесь Ответ Еще на Вопрос Почему О Славянеревских Ведах Ученые Не говорят Куда делись Высокие Технологии Этот Уже Вопрос Звучал Я Звучу Эти Вопросы Мы просто Пройдемся Но Суть В том Что Нас Предохранили От того Чтобы Мы Сами Как Неразумные В несознательном Состоянии Не наворотили Здесь Дел Вот и Все Поэтому Будьте К этому Готовы Поэтому Затупили Ножечки Убрали Лазерное Оружие На время Пока Вы еще Находите В таком Состоянии Вот этим Помахайтесь Как в анекдоте Когда научитесь Нырять Мы вам Бассейн воды Нальем Теперь Давайте Следующий Вопрос Вереслав Петиция В поддержку Вед Маловато Подписи Собрала Почему Интересно Что Заснули Все Что ли Ну Я частично На этот вопрос Ответил Просто Люди Не знают А Некоторые И много Людей Заблокированы Они Заблокированы Другой Да Поэтому Сейчас Каждому Из вас Надо Стараться Доносить До Людей В таком Ракурсе Информацию Защитивая Арийских Вет Чтобы Она Не отторгалась Надо Просто Людям Дать Понять Что Сейчас Закрыли Вот эту Часть Вашего Прошлого Завтра Закроют Вот это А потом Вам Вообще Запретят Говорить По-русски Вам Вообще Запретят Что-либо Национально На себя Одевать Или Говорить Что Вы живете В России Потом Просто Россию Переименуют Да Что угодно Сделают Потому что Сейчас Вы допускаете Возможность Того Что Закрывают Одну Из Каких-то Древностей Где-то Может быть Я не исключаю Того Что Какая-то Там Есть Дописанная Часть Я не Исключаю Этого Где-то Может быть Что-то Сказочное Есть Я тоже Этого Не исключаю Но Ребята Это Наше Вы понимаете Наше Ну Почему Например Римские Каких-то Других Народов Библию Например И прочее Это все нормально Это все хорошо А почему Наше Ну я же Не возмущаюсь Когда кто-то Например При мне читает Библию Я наоборот Молодец Правильно Здорово Изучай Чем лучше Библию изучаешь Тем Больше в ней Разбираешься Хорошо Чем больше Греции изучаешь Тем тоже молодец Поймешь Что там Очень много Нашего Но почему же Наше Это родное То что у нас Под носом Не изучаем Вот вы Это должны Понять Если это Сказочки Наши Так это Наши Наши Сказочки Наши Сказки Тоже Надо изучать Хорошо Дальше Казарин Александр Для чего Славянно-арийские Веды Были написаны И почему О них Стало известно Только совсем Недавно Частично Мы ответили Но можно Уточнить Ну я уже Говорил Что Основная Информация Которая Доносится В славянно-арийских Ведах Это Мировоззрение Вот И узнали мы Недавно Потому что По словам Составителя Где-то В период С 1990 Года Когда Борис Николай Ельцин Объявил о том Что Он будет Возвращать Сооружения Земли Тем Религиозным Культурам Которые У нас Есть Будет Возвращать В этот момент В этот момент И староверы Тоже Как бы Решили Опубликовать Славянно-арийские Веды Потому что Как бы Они посчитали Что Этот материал Как бы Сейчас Это возможно Эту культуру Как бы Поднять Потому что Староверческая Культура Вот А с точки зрения Мировоззрения Мировоззрения Я вот тут Хочу сказать Что Самое основное Не то что В ведах А вообще В принципе В культуре Это мировоззрение Это даже Не внешние Какие-то Признаки Не обрядность Не Как бы Какие-то Традиционные Какие-то Элементы Культуры Ну может быть Какое-то Изображение Основное В культуре Это мировоззрение И это мировоззрение Именно влияет На действия Каждого человека Который культуре Принадлежит И получается То что Именно с этим Связано Именно с мировоззрением Связано Игнорирование Этого вопроса Нашими учеными Потому что Тут уже Следует Обратить Нимание На то Что же Это такое А это то Что О чем говорилось И в прошлой передаче Это Возможность Дать человеку Пойти По эволюционному Пути развития Когда Его То есть Он становится Собственно Человеком Когда перестает Управляться Своими инстинктами Своими эмоциями И вы Вы прекрасно Понимаете Что общество Которое Это очень Высокое Общество Которое Вместо того Чтобы удовлетворить Свои инстинкты Оно полностью Осознает Что же Необходимо Обществу Она выстраивает Все общество Совершенно По-другому И Это Именно Являлось Причиной Высокого Духа И высоких Качеств Славян Как в древности Так и сейчас То есть То мировоззрение Которое Максимальное На текущий момент Изложено В словами Арийских Ведах Оно Является Источником Источником Возрождения России Потому что Самое Важное В Не Вот В обрядности А именно В действиях Которые совершает Человек И чем больше Человек Осознает И чем больше Человек Переступает Через свои Пороки Предрассудки И больше Понимает Реальность Тем более Высокого Члена Общества Мы получаем А в дальнейшем Как это Общество Изначально Формировалось У наших Предков Оно Этот Человек Проходил По эволюционной Лестнице До Человека Творца То есть Становился Богом Он мог Влиять На процессы Происходящие Окружающие И помогать Своему роду Именно Такая Была Система Она Была Стройная И Иерархическая Система Восхождение По эволюционной Лестнице Каждого Человека И каждому Была дана Эта возможность И весь род Занимался Совершенствованием Этой системы Вот на текущий Момент Общество Может сплотиться Только тогда Когда каждый Член этого Общества Понимает Для чего Этого Необходимо И что Необходимо Ему в себе Изменить Те же самые Амбиции Когда человек Исходя из Своих Представлений И своих Как бы Заблуждений Из личных Целей Уводит Какую-то Часть Общества В сторону Вот это Непонимание Раздирает Общество Люди Не основываясь На реальности Создают Партии Определенные Разделяются На идеологии А эти идеологии Не соответствуют Целям Целям людей Человеческим Целям Не базируются На человеческих Ценностях И вот эти Идеологии Раздирают Общество Так надо Опираться На те Которые На ту Идею Которая Максимально Соответствуют Реальности На то Что даже До сих пор Законы Мироздания Настоящие Законы Мироздания Блокируются Блокируются Непосредственно Определенными Научными Кругами Доступ К определенной Информации Кто же Самая Информация Реинкарнация Ведь Существует Огромное Количество Исследований Но В обществе С помощью Средств Массоинформации Не принято Об этом Говорить Поэтому Общество Об этом Не знает А реинкарнация Это Один из Принципов Мировоззрения То что Человек Не помирает То есть Не умирает И Его Он приходит В какое-то Непонятное Состояние А потом Опять Воплощается В другом Теле Вот Об Знание Говорить И Тогда Люди Не только Будут знать Исторические Факты Они будут Понимать Что это Было Такое Знание И будут Его Принимать То есть Самим Меняться Становиться Высокими Людьми Как раньше Говорили Ваше Сиятельство Человек Изменяясь Он просто Меняет Вокруг себя Людей И меняет Пространство Вокруг себя Вот Что Хотел Отметить Так что Если Вы чувствуете Что Славяно-арийские Веды Это Одна Из Небольших Частей Нашей Общей Истории Где Много Дается Полезной Информации То Необходимо Таким Образом И разговаривать С людьми Чтобы Люди Присоединялись И Участвовали В защите Своего Прошлого Маленькой Маленькой Частицы Потому что Славяно-арийские Веды Только Маленькая Частица Нашего Прошлого Где Много Что Описывается И Правильно Сказал Юрий Алексеевич О том Что В славянском Обществе Всегда Строилась Всегда Была Справедливость Где Каждому Человеку Давалась Возможность Развиваться На его Уровне А не Зажимали Кого-то Чтобы Развился Кто-то Один Вот Такого Не было То есть Была Очень Правильная Справедливая Страна Держава Общество И так далее Так Дальше Вопрос Казарин Александр Почему Славяно-арийских Ведах Описываются Примитивные Обряды Поклонению Богам Стоит ли Сейчас Возвращаться К древним Традициям И обрядам Описанным Славяно-арийских Ведах Вы знаете Вот вопрос Обрядности Он Присутствует Сейчас Многие Группы Родноверов Они Останавливаются На обрядности А суть-то Была В другом С одной стороны Обряды Определенным Образом То есть Это было Взаимодействие Человека С друг с другом В группе И люди Просто немножко Подымались По уровню Но если обряды Применять Не понимая Для чего это нужно То они Ничего не принесут То есть Это было Понимание Мироздания То есть Тех процессов Которые происходят Что такое Человек Поэтому важна Именно суть В обрядах И И Причем Как бы Не останавливаться На обрядах Развитие Это не процесс Обрядности Исключительно Развитие Это процесс Индивидуального Осознания Того что происходит Внутри человека Знание о том Кто он такой Кто он такой После смерти Что То Как он Взаимодействует С окружающим миром Понимание Законов Кармы Вот это Знание И Получается Что обряды Они как Использовались В помощь В помощь Когда Коллектив Людей Они Применяли Определенные Обряды Чтобы сохранить Ну то есть Определенным образом Помочь Человеку Вот Но опять же Они могут Помогать Неправильно Если суть Обрядов Непосредственно Там Кто ведет Этот обряд Неизвестна Поэтому Правильно Останавливаться На пути Именно развития Вопрос Не в обрядности Согласен Дело в том Что Обряд Можно проводить С точки зрения Мартышек Которых научили Что-то делать Я не понимаю Зачем Просто им давали Когда-то за это Банан Также Можно Например Делать Самолетики Из листьев пальмы Как это На некоторых Островах После 45-го года Делали Местные жители В надежде Что боги Увидят Сверху Самолет И сбросят Сюда Какие-то Продукты Вот Но это Обряды Очень-очень Примитивного Уровня О котором Ну даже Говорить Наверное Славянам Стыдно Любой обряд Это Дополнение К мысли Мысль Не должна Быть Где-то В стороне Вот это Очень важно О чем сейчас Юрий Алексеевич Сказал То есть Обряд Это Дополнение И через Обряд Через Какие-то Действия Происходит Усиление Чего-либо Если обряд Проводится Правильно То в этом Случае Происходит Очень много Интересных Явлений Как С людьми Которые Присутствуют Обряды Так и С природой Которые В которой Они находятся А также И на всех Энергетических Уровнях Пространствах Связях И так далее Поэтому Просто Обряд Сам по себе Это Абсолютная Никчемная вещь Если мы Смотрим На совокупность Всего Вместе То в этом Случае Обряд Очень даже Хорошо Дальше Андрей Власов Самое интересное Что могут Запретить Славянские Символы Может это Освежит Ноги головы Некоторых Ведистов Которые Выступают Против Славян Арийских Вед Но об этом Мы уже Поговорили К чему Это может Привести Слово Ведисты Я не понял Зачем Здесь Потребили Потому что Человек Который Называет Себя Ведистом Это значит Ведущий Человек Ведущий Человек Никогда Не будет Выступать Против Части Этого Мира Ведическое Мировоззрение Подразумевает Что Он Весь Мир Воспринимает Каким Он Есть И Все Что В этом Мире Происходит Он Изучает Для Того Чтобы Через Это Получить Какие-то Знания Через Это Получить Какое-то Развитие Если Вы Отвергаете Часть Мира Вы Отвергаете Сами Себя А это Неведический Путь Развития Поэтому В данном случае Я Воспринимаю Что Слово Ведист Это В кавычках Надо было Писать Виталий В текстах Славян Резких Вед Обнаружена Косвенная Негативная Оценка Представителей Отдельной Расы Женщин Черной Цветной Кожи Империтивные Высказывания Семантикой Побуждения К действиям Отражающим Запрет На Межрасовые Браки Выражена Имплицитно Информация О превосходстве Представителей Белой Расы По отношению Черной Расе Кроме Того В текстах Книг Прослеживается Установка На Частоту Белой Расы И здесь Дальше Реплика Во-первых Там Нет Запрета На Межрасовые Браки Там Говорится О рекомендациях То есть Здесь Виталий Просто Процитировал Заключение Часть Из Заключения Или Из приговора Не знаю Если правильно Сказать Суть В том Что Частота Белой Расы Это Уже Преступление Последняя Фраза Мне Очень Сильно Я думаю Что Не будем Даже Комментировать Здесь И так Все Понятно Дальше Современные Исследования В области Истории Развития Человечества Полностью Подтверждают Слова Перуна Как Про Телегонию Так И момент Что Женщина Черной кожей Трактовки Международных Браков Недавно Телегония Была доказана Современной Академической Наукой И исследования ДНК Генологии И новых Находок Доказывает Что Человечество Это не вид А род С точки зрения Биологии Это пояснительная Реплика Дальше Вопрос В эфир Екатерина Можно ли говорить О единственном Мировосприятии И мировоззрении О славяно-арийских Ведах И других Славянских Или арийских Источниках ВК Веды Славян Устные Памятники Культуры Сказы И сказки И эпосы Пожалуйста Прошу На этот вопрос Ответить Действительно Можно говорить О единственном Мировосприятии Дело в том Что Велесова книга И славяно-арийские Веды Они Описывают Они не противоречат Друг другу Описывают Миропонимание Славян В мирах Яви Нави Прави И причем Как бы Вот это все Взаимодействие Оно описано И там И там Из других Источников Можно увидеть Как применяется То есть Имеется подтверждение То есть Не напрямую Говорится Что миры Нави И прави Как бы Взаимодействие То есть Богов Людей А Ну Напрямую Говорится О каких-то Событиях Которые подтверждают Например Веды Славян Я приводил Пример О Появлении То есть Рождении Бога Калиды Воплощение Его В человеческое Тело И его Существование До этого Вне Человеческого Тела То есть Такие вот Факты Они подтверждают У меня есть пример Сейчас По Зороастризму Я его не буду Полностью Зачитывать Я могу сказать Там Абсолютное Понимание Не абсолютное Как бы Такое Соответствие Понимания Что человек Должен оцениваться По делам Вот По мыслям И делам А не Какими-то Другими Способами То есть Опять же Вот эти элементы Этого Миропонимания Они были Распространены Везде И вот Оценка С точки зрения Мировоззренческих Аспектов Она на мой взгляд Даст Очень Точное Очень точное Подтверждение Достоверности Славян-арийских Вет Кроме других Способов И Одновременно Вот устные Памятники Культуры Которые Вот только что Сегодня По сути Мы Имеем Право Сказать Что Скандинавские Устные Источники Значит Они Так как они были Балтийскими Славянами Созданы Вот Они же являются Тоже славянскими Тоже славяноарийскими Поэтому Их надо изучать Потому что Они дополняют Дополняют Это мировоззрение Причем Очень правильно Дополняют Например Понимание О Боге Одине Что такое Бог Один Это человек Который обладал Знаниями И возможностями Вообще Одинов Было огромное Количество И Они присутствовали Как На территориях Современной Сибири Центральной части И на юге И на севере Один Это одно из Распространенных Имен Вообще-то Такой же Распространенный Как сейчас Например Александр Алексей Петр И так далее Но в те времена Было Распространенное И если Человек Обладал Очень высоким Уровнем Развития То в этом Случае Он уже Мог Совершать Такие вещи Которые Простой Современный Человек Может сейчас Воспринимать Как будто Это Пришелец Из иного Мира Какой-то Инопланетянин Который Творит Чудеса Так вот В те времена Людей С Чрезвычайно Высоким Уровнем Развития Было Намного Больше В разы Больше Нежели Чем Сейчас И они Были Более Доступны К ним Обращались Так же Как сейчас Мы общаемся Между вами Между собой И в этом Случа Их Упоминания О них Они Встречаются В разных Преданиях Естественно Что Их называют Богом То есть Человеком Достигшего Уровня Определенного Своего Развития Так что Ничего Здесь Удивительного Нет Дальше Екатерина Вопрос в эфир Александр Ильич Затронул вопрос Норм Нравственности И поведения В разных Религиях Чем система Верования Славян Иридских Ведов Существенно Отличается От других Философских Течений И религиозных Идеологий И что Можно сказать О том Вообще Которая Жила При этих Верованиях Мировоззрениях Их Быт Культуры Технологии Психотип И что Произошло С нашей цивилизации Пока эти Знания Угнетались Или замалчивались Александр Ильич Еще с нами А с вами Да Тогда вопрос От вам Отвечайте Ну Вообще Чем Чем Отличались Ну Где-то целые Наверное Можно книгу Писать Потому что Вот сами Славяно-арийские Веды Если почитать Да То вот Пожалуйста Чем Отличаются Верования Славян От Религий И культуры И бытом И мировоззрением И поведением Своими Правилами Своей Одеждой Ну это можно К культуре Относить Пожалуйста Вот Как бы Набор весь Который Можно Раскрывать Раскрывать Поэтому Ну вот Наверное В двух словах Тут Не получится Ответить На этот вопрос Ну давайте В трех Тогда Ответим Можно я добавлю Да Вот сейчас Так как Этим вопросом Непосредственно Занимался Вопросами Нравственности Можно сказать Что Нравственность Даже вот В той же самой Экспертизе Они почему-то Воспринимают Как Ограниченный Набор Определенных Заповедей Там И запретов В виде заповедей А получается Ситуация Что когда Человек Не знает То есть он получает Например Заповедь Не убей А он не понимает Почему То есть Человек не понимает Почему Что С ним будет Происходить Если он Убьет Другого Человека Так вот Это понимание Полностью Было У наших Предков И оно В общем-то Достаточно подробно В славнерийских Ведах Описано Николай Левашов Еще более подробно Раскрывал Процессы Которые Происходят Это связано С законом Кармы Это связано С состоянием Определенным Состоянием Момент Убийства Человека Какие он Себе Наносит Повреждения В сущности То есть В его душе И Получается Что На текущий момент Религиозной Системы Они ограничены Вот это вот Нормы нравственности Они ограничены И являются всего лишь Определенными Там Запретами Или Ну скажем так Направлением Определенным Да Но Это все Происходит Без понимания Процесса То есть Ну в общем Постулатами Являются И Да А в ведах В общем-то Существует Как бы Объяснение Почему надо Делать так А не так И Какие последствия За этим Это тоже Очень такой Важный момент Ну для примера Здесь можно Привести Для примера Можно привести К примеру Заповедь Не отнимайте Жизнь у ближнего Вашего Ибо не вы Ее дали А Боги Не щадите жизни Ворогов Что нападают На вас И земли ваши Ибо Они против Воли Бога Пошли То есть Не просто Не убей А дается Пояснение Почему не убей И почему Можно Презойти Этот запрет Как это в Библии Сказано В жизни В Библии Просто сказано Не убей Вот Дальше Если Так рассматривать Дальше То Вот Опять же Про жизнь Что связано Не внимайте тем Кто глаголит Что жизнь Конечная Ибо Они сами Не ведут О чем вещают Более Расшифрованно Дается Но нет запретов Нет такого Нельзя вот это Нельзя вот это Можно Но ты должен понимать Что след за этим будет И этим Цены Ведические знания Цены Ведические заповеди Цены Ведическое Мировоззрение Так что Вот так Ну Дополнительно Еще Могу сказать Что Ключевым Вопросом Оценки Является Ну то есть С точки зрения Вот Высокого Мировоззрения Является Действие Которое Полностью Осознанный Человек То есть Человек Которое Общество Представьте себе Которое Полностью Осознает Какие Процессы Происходят Вот что Почему нельзя Воровать Почему нельзя Жить за чужой Счет Почему нельзя Паразитировать А это кстати Основной Принцип Описан Который Ведет к Порокам И ведет К уничтожению Цивилизации Это Если дословно Там написано Желание Чужого Вот это Желание Чужого Ведет К деградации Общества Вот представьте себе Общество В котором Не будет Желания Чужого И вот такое Общество В конце концов Мы должны К этому Прийти Вот когда Человек Будет понимать Что он не может Паразитировать На ком-то другом Вот И он Вырастет Сам лично И общество Будет совершенно Другое Оно будет На принципах Справедливости И вот Справедливости Честности Значит Будет жить По совести Вот такое Общество Уже было И вот это Общество Вот эти вот Законы Этого общества Нужно изучать Сейчас То есть мы изучаем Не просто Нашу историю Мы изучаем Законы И правила Того общества Которое в общем-то Приведет К возрождению России Хорошо Вот еще одну Заповедь Я приведу Она более Точно Раскрывает Тот пример Который Я хочу Донести Ведайте Люди Родов Расы Великой Что для жизни Каждого существа Определен Свой ход Времени А посему Не отнимайте Чужую жизнь Ибо Нарушая Ход времени Жизни У других Существ Вы изменяете Время Жизни Вашей Представляете Просто Сказать Не убей Или вот Такую заповедь Где рассматриваются Временные Соответствия С вашей жизнью И что вы Через свои действия Воздействие На другого человека На другое животное Другое существо Отнимая жизнь Воздействуете И на себя Вот чем Отличается Ведический подход Для Мыслящего Человека Потомка Богов От Библейского Не убей Вот Если Разницу Не почувствовали Ну Я Другого Примера Уже Не приведу Так Продолжим Дальше Про То Что Веды Стали Зачать В школах Это Мы Уже Ответили Что Про Цивилизации Тоже Уже Рассказали Вопрос В эфир Казарин Александр Почему Некоторые Русские Люди Не хотят Признавать Славяно-рейские Веды Достоверным Источником Тоже Уже Ответили Что Настолько В голове Били Что Этого Не может Быть Что Они Говорят Этого Не может Быть Никогда Мне кажется Вполне Так Очень Просто Можно Ответить Дальше Вопрос Александра Казарина Почему Кощей Все-таки Не уничтожили Нашу Планету Вот Кто Такой Смелый Что Ответ На Этот Вопрос Кто Там С Кощей Именно Знается Ну-ка Давайте Ответим Почему Они Не уничтожили Потому Что Род Который Существовал Он Не Скажем Так Не существует Отдельно Вот Эти миры О которых Писали В Велесовой Книге Миры Прави Яви И в праве Еще Кто-то Есть Поэтому Они Не смогли Нашу Планету Уничтожить Да Но Здесь Еще Надо Понимать Что Уничтожение Любой Планеты Оно Не Такое Простое Действие Как Это Может Показаться Поэтому Они же Тоже Подчиняются Воле Определенной Иначе Не Был Бо Того Скажем Так Всебога Не Был Бо Того Которого Надо Называют Абсолютом Содержателем Всего И так далее Который Бо Этим Всем Делом Не управлял Не направлял Без Воли Всевышнего Волосок С вашей головы Не упадет А уничтожение Планеты Это Очень Довольно Серьезно Вот Если Это Нужно Необходимо Всевышнему Ну И уничтожит Планету Если Нет Такой Необходимости То И Скажем Так Прыщик У вас На носу Не скочит Вот Часто Бывают Разговоры О том Что Вот Почему У нас Нет Технологий Современных Или Тех Древних В современности Почему У нас Вот такая Ситуация В этом Мире Почему У нас Кто-то Говорит Там Правительство Такое Плохое Возвращаясь К тому Что А достойны Ли вы Новых Технологий Вот Уровень Вашего Сознания Ну Дать вам Технология А вы Малое Дитё Которое Технологии Будет Под Видом Какой-то Благости Что-то Творить На самом деле Сам Себя Будете Разрушать Вот Если Уровень Вашего Интеллекта Самоосознания Развития Соответствует Сегодняшним Технологиям Сегодняшним Правителям И тому Что есть То в этом Случае Вы и получаете То что есть Вот и все Очень просто Так Дальше Следующий Вопрос Если Кто Напишет Статью Или подготовить Хорошую Публикацию Просто Обладает Важной Информацией Или хочет Сотрудничать Как Ему С вами Связаться Вы Вопрос Кому Задаете Уточните Пожалуйста Потому что У нас здесь Присутствует Несколько Человек А дальше Евгений Задает Вопрос Когда Будет Апелляционный Суд По Славян Рисским Ведам Здесь Уже Как бы Достоверная Информация Апелляционная Жалоба Уже Подана Вот Поэтому Как уже Решит Непосредственно Апелляционная Инстанция Когда Она Назначит Когда Она Проведет Определенную Подготовительную Работу Когда Назначит Заседание Суда Это Пока Непонятно На текущий Момент До 30 Числа До 30 Октября Еще Идет Срок Подачи Апелляции Но она Уже Подана А тогда Такой Вопрос Известно Что Когда Подается Апелляция То Можно Пользоваться Литературой Которая Была Запрещена В течение Этого Срока Вот 30 Числа То есть Через Два Дня Заканчивается Срок Что Как Как Себя Должны Вести Продавцы Славяно Аристских Вет Или Те У кого На сайтах Размещен Текст Во первых Решение Не вступило В силу И оно Может быть Еще Отменено Поэтому До момента Вступления В силу Решения Они Могут Эту Информацию Распространять Потому что Оно Еще Не имеет Силы То есть Надо Следить За тем Как Будут Развиваться События Правильно Я понимаю Конечно Ясно Хорошо Следующий Вопрос Если Организации Юридических Контор Как Считаете Почему Многие Юристы Пассивны И Не Отстаивают Интересы Народа На правовом Поле Евгений Задал Вопрос Все Дело В том Что Они Встроены В систему В систему Которая Обслуживает Совершенно Другие Цели Вот Но Вы можете Посмотреть По-моему Евгений Новиков Есть Такой Судья Который Пошел Против Систем У него Есть Много Роликов В интернете Еще Тут Хочется Добавить Что Наверное Не только Потому что Эти системы Устроены Но и То Что Понимания Нет Того Даже В какой Системе Они Живут Фактически Являясь Винтиками Этой Системы Они действуют Исходя Из Своего Собственного Понимания Часто Просто Из Выгоды Вот и Все Хорошее Пояснение Дальше НАТО Вопрос В эфир Есть ли Веды На английском Языке Если есть Поделитесь Пожалуйста Честно говоря Я не встречал Таких Вед Во вторых Я не могу Себе Представить Как на английский Язык Можно перевести Некоторые Образы Которые В славяно-арийских Ведах Присутствуют Может быть Соведущие Наши Что-то Скажут По этому Вопрос Ну вот На текущий момент У меня пока Информации нет Хотя Я тоже Интересуюсь Этим вопросом Я думаю Что Во-первых Некоторые моменты Не раскрыли И возможно У нас еще будут Передачи По славяно-арийским Ведам Я предполагаю Потому что Ну Как бы Видно Что Вопросы Достоверности Еще не полностью Раскрыты Как бы Вопросы Связаны с Мировоззрением Мы же Буквально Пробежали По мировоззрению Многие Примеры У меня Вот есть Подтверждение Они просто Не озвучены Связаны С мировоззрением Поэтому Я предлагаю Нам Продолжить Вот такую Традицию То есть Нам еще Обязательно По славяно-арийским Ведам Встретиться И Освещать Этот вопрос Потому что Люди Многого Не знают Ну И всех Прошу Чтобы Вот этот Был поднят Пожалуйста Распространяйте Информацию Призывайте К исследованию Славяно-арийских Вед Признанию Как исторического Документа Ну и Разъяснять Надо людям Для чего Это нужно Вот сегодняшняя Встреча Я так думаю Она разъяснила Для чего Все-таки Нужно Эту информацию Распространять Ольга За этот вопрос Подскажите Пожалуйста Номер дела Не смогла Найти его На сайте Суда По-моему Номер дела Указан В решении Которое Есть на сайте Славянски Веды Точка Ру Дальше Здесь Уточнение Вопрос К соведущему Юрию Алексеевичу Как Связаться Если Появилась Статья Какие-то Какая-то Информация И так далее Как будем Связывать Народ Через меня Да Я вам Я вам Отправлял Е-мейл Можно писать На этот Е-мейл Можно В чате Публиковать Хорошо Тогда Делаем Проще На нашем Сайте Есть Форма Обратной Связи Обратная Связь Туда Заходим Пишем В редакцию Славянского Радио И дальше Уточняем Вопрос Что Юрий Алексеевич Вот такое-то Предложение И я Буду Тогда Связующим Звеном Так Ну что В принципе Мы основные вопросы Здесь посмотрели Я на всякий случай Еще Если разрешите Пробегусь По Коротеньким вопросам Которые здесь Мелькали Прям буквально Буду зачитывать Если вдруг Какие-то Появят Соображения Соображения Будем Говорить Так Почему Неизвестно В наше Время Есть Такой Ответ Почему О них Не говорят Ученые Тоже есть Куда Делись Сократег Тоже есть Я просто Читаю Не пропустил Чего-то Почему Описываются Примитивные Обряды Это понятно Как Сделать Сейчас Так Чтобы Слав Признали Официальным Источником Стали Звучать В школах Тоже Об этом Поговорили Почему Русские Не хотят Звучать Слав Тоже Понятно Для чего Слав Были Написаны Почему Не стал Звучать Семен Тоже Поговорили В принципе Я смотрю Да Мы здесь Все Что Вопросы Задавались Мы Это Все Дело Узвучили Хорошо В заключении Давайте Подводить Итоги Того О чем Мы Говорили Уже Почти Скоро Четыре Часа Давайте Начнем С Михаила Владимировича В заключении Что-то От себя Такое Чтобы Как-то Подвести Итог Нашей встречи Может быть Пожелание Нашим Радиослушателям Какое-то Указание Посыл Да Пожелание Чтобы Слушатели Осознали Важность Происходящего Вот И Включились Скажем так Свои усилия Приложили Для того Чтобы Не произошло Запрета Славяно-арийский Север Осознали Просто Насколько Это важно Сохранить Возможность И распространять Информацию Которую Там Вложим Это Очень важно Вот Даже Так Пример Приведу Самый Простой Китаю Нарезали Территорий Достаточно Много Которые Входили В Тартарию Славянскую Империю И у него До сих пор Какие-то еще Претензии У себя По крайней мере Культивируют О том Что им еще Какие-то Участники Должны Принадлежать Сибири Там и прочее Понимаете То есть Что Сокрытие Правдивой Информации Позволяет Как-то Дальше Развиваться События Вот Ну и Текущее Состояние Российского Общества В том числе Это Результат Того Что люди Как бы Не Владеют Тем Мировоззрением Которое Изложено В славяно-арийских Ведах То есть Даже Наша Ситуация Не очень Хорошая Вот И поэтому Критически Важно Вот Именно Такую Правдивую Информацию Продвигать И С тем Чтобы Люди Как бы Развивались И двигались По правильному пути И тогда Ситуация Будет Улучшаться Вот И призываю Скажем так Проводить Дальнейшие Встречи Вот Как бы Активизировать Этот вопрос Но это Нужно делать Обязательно Вот Нам Нужно Учиться Отстаивать Свою точку Верения Вот И Взаимодействовать И Скажем так Эти усилия Приведут В результаты Понимаете Вот те же самые Эксперты Которые Там Экспертизу Эту провели Так называемые Эксперты Ну вот Если попытаться Их вытащить На какой-нибудь Круглый стол Понимаете Они будут бегать Ну очень Скажем так То есть Никто из них Не придет Это Будет Покажет Что они Слабые Вот Их позиция Необоснованная Вот Если мы Широко Скажем так Поднимем Вопрос Обсуждения В обществе Он начнет обсуждаться За нами Понимаете Еще что интересное За нами Правда Вот А это Мощнейшее Оружие Вот И мы Всегда Скажем так Ну Умело Используя Свои аргументы Мы сможем Скажем так Одержать победу Потому что За нами Реальность Вот Вот Я там Сказал раньше Еще повторю Постоянно Идет подтверждение Славян Аристический свет Потому что Сама реальность Такова И Скажем так Вот Постоянно Разрушаются Мировоззрения Ну Скажем Информата Из Традиционных Религий То есть Те Артефакты Те открытия Которые Делает Наука Современная Они доказывают Что в общем-то Вселенная Устроена По-другому Вот Существует Множество Явлений Которые Ну Никак Не Вписывается То есть Не Совсем Корректная Информация Она Под действием Реальности Она Разрушается Вот А правдивая Получает Постоянно Поддержку Но нам Нужно Для этого Усилия Своих Предлагать И Развиваться Вот И захотелось Благодарю Здесь еще Будет вопрос Но я Юрий Алексеевич Задам его В конце Дальше Александр Ильич То же самое Завершение Что-то от себя Да Хотелось бы Еще Вот Людям Напомнить Что На самом деле Действительно Очень серьезные События Ведь Запрет Нашей истории Это Запрет Нашего Будущего И Вот Только Вдумайтесь В то Что Произойдет Если Будет Запрещено Прошлое Так Есть Фраза Очень хорошая Без прошлого Нет будущего Вот Только Осознайте Мало Прочитать Веды Мало Прочитать Какую-то Духовную Литературу Мало Сказать Что Я Соблюдаю Каждую Инструкцию Нужно Этим Жить Нужно Действовать И Не просто Действовать А действовать На основании Понимания На основании Знания И Постоянно Это знание Совершенствовать И Я призываю Вот К этому Спасибо За внимание Благодарю И как я Обещал Сейчас еще один Вопрос Я задам Который В чате Появился Так Евгений Как можно Помогать Тем Кто ведет Это дело И Много Людей Волнует Запрет САФ Скажите Пожалуйста Какие действия На ваш взгляд Эти люди Могут Предпринимать Чтобы нам Всем Вместе Отстоять САФ И победить Например Подписать Петицию Распространить Ссылку На сайт Рассказать Друзья Написать Статью Написать Какую-то Юридическую Бумажку Найти Человека Разбирающийся В истории В рунах В индийских Ведах Кооперироваться С ним На написании Статей Может быть Еще что-то То есть Что еще Неравнодушный Человек Может сделать Защиту Славян Рисских Вед И нашей Культуры То есть Два вопроса Первое Как помочь Тем Кто ведет Дело И Что вообще Надо делать Юрий Алексеевич Очень Важный Вопрос Потому что Действительно Люди Сталкиваются С информацией Во-первых Во-первых Надо распространять По максимуму Информацию Максимально Где вы можете Распространять Об этом Кроме этого Это понятно Ссылка на сайт Друзьям Необходимо Разъяснение Потому что Люди Которые В первый раз Столкнулись Они не понимают Пока что Это такое Вот наша встреча В нашей встрече Был материал Который В принципе Меняет Подход К пониманию Вопроса Как оценивать Достоверенность Славянских Вед И вот этот Подход Можно донести Людям Науки Экспертам Неэкспертам Ученым Которые Изучают Руны Значит И вот этот Вот Тем Кто просто Неравнодушные Люди Которые тоже Будут Распространять Информацию То есть Соответственно На самом деле Нужно Кооперироваться Писать Статьи По этому Вопросу То есть Раскрывать Такие Постепенно Раскрывать Информацию По слонарийским Ведам Раскрывать Мировоззренческую Часть Раскрывать Как бы Нашу историю Раскрывать То есть Включаться В этот Процесс Сам Процесс Апелляции Он пройдет Достаточно Короткое Время Но информацию О нашем Прошлом Надо распространять Всегда Поэтому Не надо Думать Что Это невозможно Это как раз Возможно Изменить ситуацию Возможно Попытаться До запрета Слонарийских Вед И впоследствии Каждый Неравнодушный Человек Может Свои усилия Приложить К Восстановлению Нашего Прошлого И эти уже Люди Люди уже Работают Они работают Не за деньги Вот эту ситуацию Общим потенциалом Можно изменить Поэтому Я кстати Еще раз Алексей Прошу Вот тот Емейл Опубликовать В чате Все-таки Пусть будет Контакт Непосредственный С группой Поддержки С институтной Группой Которая Занимается Славяно-Нерийскими Ведами Прямой контакт Пусть будет В чате Очень прошу Ну Юрий Мне тоже не мешает Вам тоже Прямо сейчас Войти в чате Потому что Находите Прямо Развестить Да Разместим Так Значит Что мы понимаем Всеми возможными способами Сейчас каждый человек Может участвовать В том Что он будет Распространять Информацию Будет рассказы Своим друзьям Рассказывать На всех планах Кто-то может Это рассказывать Как в виде сказки Кто-то это может Рассказывать В виде предания Кто-то может Рассказывать Как какое-то Научное воззрение Научный труд И так далее Вы должны найти Способ подачи Информации Такой Чтобы он был Понятен И интересен Вашему собеседнику Если вы Например С ученым Будете Разговаривать То С точки зрения Например Сказки О курочке Снесшей Золотое яичко Вот как Детям Рассказывать Скорее всего Это будет Неинтересно Если вы будете Какому-то Человеку Ну Среднего уровня Пытаться Рассказать Это Научными терминами Он тоже не поймет То есть Ищите способы Общения С вашими собеседниками Учитесь общаться С людьми Вообще Я заметил Что мы не умеем Общаться С нашими Согражданами С нашими родичами Мы просто не умеем Доносить информацию Вот Всеми возможными Способами Информацию Распространяйте Ну что ж Еще в заключении Вот что скажу Как-то На одном Из чатов Я прочитал Ну вы еще там Петицию Например там Главному Муравину Израиля Напишите Петицию там Чтобы славяные Расскеведы Защитить То есть Намек на то Что все это Подписи Они бесполезны Я не исключаю Того Что это бесполезно С точки зрения Что мы Дадим куда-то И там Просто в помойку Их выкинут Не исключаю Ну я не исключаю Того что есть Разумные люди Которые примут Это тоже не исключаю Зачем мы гадаем О том Что произойдет И как Что это воспримет Кто это воспримет Дело в том Что мир наш Меняется очень быстро И если вы Себя исключаете Из этого мира Потому что Вы так считаете Что он должен быть такой Это ваша проблема Но Если вы делаете То что сейчас Выгодно И угодно Делать Богам То в этом случае Вы стоите на их стороне Вопрос А кто тогда Против вас Если вы на стороне Богов Или ваши боги Такие дохлые Слабенькие Что они ничего не могут Все меняется Меняется Исходя из Вашего представления О мире Из того Кто вы В этом мире Как вы себя Ощущаете Что вы можете Делать И поэтому Даже если Кто-то сейчас Сомневается В том Что эта петиция Нужна Да сомневайтесь Сколько хотите Это сейчас Для вас Помните Поговорка Ком звонит Колокол Бесконечно Становитесь Такими Ведущими Людьми Выходите Из сумрака Эй люди Где вы Человеки Азы Наследники Богов Напомню Напомню Что сегодняшний Эфир У нас был Посвящен Теме Достоверности Славян Арийских Вед 28 ноября 2015 года Субботу По одному Из современных Календарей 27 день Месяца Нового Доросим То есть 1524 лет От створения Мира Звездном Храме Вторник По одному Из древних Календарей Благодарю Всех Участников Сегодняшнего Нашего Эфира Благодарю Всех Тех Кто активно Общался в чате Задавал интересные Вопросы Наводящие Напоминаю Что чат Специально Сделан Для того Чтобы Была Обратная Связь И мы Подстраивались Под то Что происходит В вашем Понимании В вашем Представлении Чтобы программа Сновилась Более Интересная Напоминаю Что Народное Славянское Радио Это народный Проект У нас нет Спонсоров У нас нет Тех Кто нам указывает Что делать Это сделан Проект Коллективом Единомышленников И поэтому Без вашей поддержки Во всех ее Формах проявления Этот проект Не может Существовать Поэтому Включайтесь В проект Всеми Возможными Способами Поддерживайте Как только можете Информируйте Людей О том Что появляется Новая тема Интересная Новая передача Новые ведущие Сами зовите Людей Выступать На сим Я с вами прощаюсь Желаю вам Всего самого Самого доброго До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин